Однажды на придворном балу в Веймаре зашел разговор о Христе и христианстве, во время которого Наполеон выразил сомнение в существовании Христа как исторической личности. Слыша этот разговор, присутствующий здесь немецкий ученый Виланд заметил, Ваше Величество, если это правда, то в таком случае, через тысячу лет можно будет говорить о том, что Наполеон также никогда не существовал, факт воскресения Христа к концу своей жизни признал никто иной, как Фридрих Энгельс. А именно, в предисловии к переизданию своих сочинений он пишет, новейшие каппадокийские открытия обязывают изменить наш взгляд на некоторые немногие, но важнейшие события мировой истории, и то, что казалось ранее достойным внимания мифологов, должно будет отныне привлечь внимание историков. Новые документы, покоряющие скептиков своей убедительностью, говорят в пользу наибольшего из чудес в истории, о возвращении к жизни того, кто был лишен ее на Голгофе. В настоящее время существует множество исторических, литературных и юридических свидетельств, подтверждающих достоверность этого события. В конце 50-х годов прошлого века в ЦК Компартии Украины вызвали академика Александра Ивановича Белецкого, 1884-1961 годов и в целях усиления антирелигиозной пропаганды поручили ему доказать, что Иисус не воскресал. Получилось же совсем обратное. Иисус Христос, Сын Божий, был распят, похоронен и воскрес на третий день. Это величайшее историческое событие, которое не преподается в курсе истории. Иисус принял мученическую смерть через распятие. Он перенес шесть судов, три религиозных и три гражданских, которые длились всю ночь до утра. Знаешь, какие нечеловеческие страдания он испытывал, каким мучениям он подвергался. Люди жестоко били его по лицу и телу, выдирали его бороду, с силой надели на его голову терновый венец с шипами и многократно бичевали его обезображивающими римскими плетьми. После того, как истязатели заставили Иисуса нести на окровавленной спине тяжелую перекладину от креста для его распятия, они вбили гвозди в его руки и ноги, чтобы закрепить его на кресте. После его смерти один из его палачей пронзил копьем его бок, и кровь и вода, немедленно излились. После этого тысяченачальник объявил, что Иисус мертв. Евангелист Матфей отметил, что после того, как распятый Иисус, возопив громким голосом, и спустил дух, земля потряслась. Ученые решили, если определить, когда же именно случилось это землетрясение, то можно установить точную дату смерти Иисуса Христа. В результате выяснилось, что около двух тысяч лет назад тут действительно было весьма сильное землетрясение. Но данные давали разброс, от 26-го года нашей эры до 36-го. Далее геологи воспользовались указаниями, имеющимися в Библии. Например, на то, что сына Божьего распяли во время прокураторства Понтия Пилата. Распяли в пятницу, в день после первой ночи полнолуния, после дня весеннего равноденствия. Во время казни случилось солнечное затмение. Сложив все элементы воедино, ученые пришли к выводу, Иисус Христос умер на кресте в 33-м году нашей эры. И поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет, говорил Иисус про себя своим ближайшим ученикам. Но даже они не ожидали его воскрешения. Чудо, свершившееся в точно предсказанные сроки, застало врасплох. И всех их повергло, мягко говоря, в изумление. Апостолам о воскрешении сказала Мария Магдалина. Как изложено в Евангелии от Матфея, она пошла и возвестила бывшим с ним плачущим и рыдающим, но они, услышавши, что он жив, и она видела его, не поверили. Апостол Петр, дивился сам в себе происшедшему. А Фома так и вовсе отказывался верить своим глазам. С тех пор людей не покидает сомнения. И еще жгучее желание узнать, что же там все-таки случилось в гробу Господнем, в каменной пещере, выдолбленные у подножия холма Голгофы, черепа, в переводе с арамейского языка. Никто из нас не проник в тайну смерти Христовой, пишет по этому поводу протоиереи богослов Николай Иванов. И не может ум человеческий сказать что-либо о тех часах, когда тело Христово лежало бездыханным в каменном гробе. Но что-то совершилось в нем. Оно стало вновь живым, но уже иным по свойствам. Насколько достоверно то, что Иисуса положили в гроб мертвым? Опубликованы многочисленные исследования. Выводы их однозначны, смерть Иисуса – достоверный факт. Известно даже, от чего он умер. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тот час истекла кровь и вода, сказано в Евангелии от Иоанна. Когда воин пронзил копьем ребра Христу, он был уже мертв, объясняет известный физиолог. И последовавшее истечение крови и воды было в результате смерти от разрыва сердца. Если бы Иисус, пронзенный копьем, был еще жив, то из раны с каждым ударом сердца изливались бы потоки крови, говорят специалисты. Вместо этого наблюдатель увидел, кровь и воду. Хотя и не мог понимать значение картины. Но она соответствует весьма убедительным медицинским свидетельствам смерти. Туринская плащаница. В итальянском городе Турине в соборе Иоанна Крестителя стоит непроницаемый саркофаг, заполненный аргоном. В нем хранится льняное полотно длиной 437 и шириной 111 сантиметров. Это то самое, погребальное полотно, в которое был обернут мертвый Иисус. На ткани, кровь и отпечаток человеческого тела. По оценкам анатомов, рост человека, чей образ отпечатался на ткани, составлял от 175 до 180 сантиметров. Вес – 75-85 килограммов. Возраст – от 35 до 40 лет. О погребальном полотне Иисуса нам известно только то, что купил и принес его Иосиф, богатый человек из Аримафеи. Соткана по ближневосточной технологии, врубчик, на станке. Нити, льняные, которые пряли вручную. По некоторым оценкам, ее отрез обошелся Иосифу в сумму, эквивалентную чуть ли не килограмму золота. Во время недавних раскопок в Израиле было найдено полотно, про которое точно известно, что оно относится к одному веку нашей эры. Ткань – один в один, как туринская плащаница. В 1988 году Ватикан разрешил определить возраст ткани методом радиоуглеродного датирования. От нее отрезали кусочек в несколько квадратных сантиметров. Разделили на три части и отправили специалистам, в лабораторию геофизики Аризонского университета, США, в совместную лабораторию археологии и истории искусств Оксфордского университета и Британского музея Великобритания, в Институт физики в Цюрихе, Швейцария. Тогда же взяли пробы из пятен на ткани, предположительно кровавых. Метод радиоуглеродного датирования основан на определении количества радиоактивного изотопа углерода С-14. Чем его меньше, тем образец старше. В итоге ученые так определили возраст Туринской плащаницы, с погрешностью в плюс-минус 30 лет, Аризона – 684 года, Оксфорд – 788, Цюрих – 714 лет. Получалось, что Иисус не мог быть ею обернут. Российские ученые из лаборатории биополимеров имени Седова. Дмитрий Кузнецов и Андрей Иванов доказали, что льняная ткань при сильном нагревании в дыму впитывает в себя лишний углерод, который словно бы омолаживает ее. Углерод мог быть добавлен пожаром, который пережила плащаница в 1532 году, пребывая в то время в монастырском храме французского города Шамбери. И едва не сгорело. Российские ученые провели модельные эксперименты, в которых участвовали специалисты высшей инженерно-технической школы в Москве и их коллеги из Франции. Они помогли в точности воспроизвести условия пожара в Шамбери. А музей этнографии Италии и Узбекистана предоставили образцы древних льняных тканей возрастом от 1000 до 2000 лет. Под действием модельных пожаров в них увеличивалось содержание изотопов углерода. И тем больше, чем старее была ткань. Исследователи с учетом поправки пересчитали результаты датирования. Возраст туринской плащаницы оказался близким к 2000 лет. Получается, что она подлинная. Образ на ткани различим и невооруженным глазом, как фигура обнаженного человека, словно бы отпечатавшаяся спереди и со спины. Но более заметна она на фотографиях, сделанных в разное время. Особенно с помощью методов, применяемых криминалистами, съемкой в инфракрасных, ультрафиолетовых лучах, в поляризованном свете. Видны черты лица, заметна небольшая бородка, усы, волосы, отдельные пряди которых заплетены в косички. И вот что еще, левый глаз слегка приоткрыт. Лицо все избито. По мнению медиков, удары были нанесены палкой толщиной около 5 сантиметров. Раны на спине, предплечьях и ногах. Из них 98 штук, весьма характерные. Исследователи проверяли, именно такие оставляют флагрумы, древние бичи с полосками твердой кожи, к которым привязаны металлические штыри. На голове множественные, 30 штук, проколы, словно бы на нее было надето нечто колючее с длинными острыми шипами. А под сердцем, прорезь в виде узкого овала размером 44 на 11 миллиметров. Похоже, что от широкого лезвия копья. На левой ноге две раны, одна на щиколотке, другая на ступне. А правая ступня пробита в одном месте. Иными словами, сначала к вертикальной балке одним гвоздем была прибита левая нога. Затем к ней прижата правая ступня, в которую был вколочен второй гвоздь. Он прошел и сквозь левую ступню. Анатомы полагают, что лишь такое расположение гвоздей продлевало мучение жертвы, позволяя на них опираться. Сквозная рана заметна и на левой руке. Оставлено острым предметом небольшого, в 8 квадратных сантиметров, сечения. Но не на ладони, а на запястье. Правая рука не видна, прикрыта. Французский хирург Барби доказал, что вбивать гвозди в ладони вообще бессмысленно. Под тяжестью тела они будут разорваны. Лишь в области запястья имеются особые промежутки между костями, позволяющие висеть. А недавно во время раскопок в Израиле был найден скелет казненного на кресте примерно в первом веке. С аналогичным образом пробитыми запястьями и ступнями. Совокупность повреждений, обнаруженных на отпечатке тела, соответствует описанным в Евангелиях истязаниям и мучениям Иисуса Христа. На Туринской плащанице, помимо крови, обнаружены и следы жидкости, которая выделяется из травматических ран. Это сукровица или плазма. О том, что подобная жидкость вообще существует, медикам стало известно лишь в 20 веке. Даже самый искусный мистификатор не мог знать, что эти следы нужно нанести на ткань. Она контактировала с реальным телом. Причем не более трех дней. Почему Бог не сохранил стопроцентные доказательства подлинности своей плащаницы? Потому что Бог всегда оставляет тебе свободу и право выбора за тобой. Бог хочет, чтобы ты поверил Ему сердцем и душой, а не изучал результаты химических анализов. Пустая гробница. Иисус Христос жив. Очевидным доказательством воскресения явилась опустевшая гробница Христа. Первосвященники и старейшины, знали о пророчествах о воскресении и первым делом позаботились, чтобы тело не исчезло. Евангелист Матфей свидетельствует, что после погребения Иисуса Христа, на другой день, в субботу, пришли к его гробу-пещере, высеченной в каменной скале, первосвященники и фарисеи, приложили к камню, которым заложен был вход в пещеру, печати приставили стражу, дабы ученики его, придя ночью, не украли его. Не сказали народу, что он воскрес из мертвых, принимая такие предосторожности, как прикладывание печати синедриона к камню и приставления стражи, они, конечно, предварительно удостоверились, в гробу ли тело Иисуса. Не украдено ли уже оно его учениками в предшествовавшую ночь? Если бы тело уже в то время не было в гробу, то незачем было бы и стражу приставлять. Поэтому, следует признать, что первосвященники и фарисеи тогда только успокоились, когда увидели тело Иисуса Христа лежащим в гробу, только тогда они удалились. К гробнице привалили огромный камень, приставили стражу, римский отряд, одну из наиболее совершенных боевых единиц в истории, гробницу запечатали официальной римской печатью. То есть было сделано все, чтобы тело Иисуса Христа не исчезло. Христианство возникло в Иерусалиме. О воскресении нельзя было бы проповедовать в Иерусалиме ни одного дня, ни одного часа, если бы опустевшая гробница не была общеизвестным, установленным фактом. Как в римских, так и в иудейских источниках и преданиях упоминается этот факт. Подтверждение ему мы находим в самых различных документах, от истории, Иосифа Флавия до сборника еврейских рукописей V века, Теледот Йошу. Это, достоверные свидетельства враждебных христианству источников. То есть, если в источнике упоминается факт, говорящий определенно не в пользу источника, тем самым подтверждается истинность факта. Чтобы покончить с христианством, его противникам нужно было бы лишь предъявить тело Иисуса Христа. Но когда дело доходит до свидетельств, опровергающих воскресение, нет ни одного историка, ни одного очевидца, даже со стороны ярых противников христианства, который бы написал, что видел тело Христа. Если мы тщательно и беспристрастно взвесим все за и против, то, в полном соответствии исторического исследования, нельзя не прийти к выводу, что гробница Иосифа Аримафейского, в которой был погребен Иисус, действительно опустела. Ни в одном известном литературном, эпиграфическом или археологическом источнике не было обнаружено ни одного свидетельства, противоречащего нашему выводу. Понимаешь, сейчас гробница, пустая. Тело в ней нет. Значит, Иисус Христос жив. Он невидим, но находится рядом с тобой. Он ждет, когда ты обернешься в его сторону. Тело не могли украсть. Приведем дальше отрывок из книги Б.И. Гладкова, да, Христос действительно воскрес. Тело не могли украсть власти, так как это было не в их интересах. Наоборот, они сделали все возможное, чтобы тело осталось в гробнице. Приписывать, изъятие, тело Иисуса иудейским или римским властям менее обоснованно, чем наделение приверженцев Христа несвойственной им предприимчивостью. Если тело находилось в распоряжении властей, или им было известно его местонахождение, то почему же они тогда не ответили апостолам, проповедовавшим о воскресении в Иерусалиме? Позвольте, в чем дело? Мы вынули тело из могилы. Иисус не воскресал из мертвых. Почему они не показали, где именно находится тело Иисуса? По какой причине останки не были везены в Иерусалим на всеобщее обозрение? Одно это положило бы конец существованию христианства, покончило бы с ним даже не в младенчестве, а в самой утробе. Из дальнейшего повествования Евангелиста Матфея мы знаем, что когда Иисус Христос воскрес и стражники объявили о том первосвященникам, то они, собравшись со старейшинами и устроив совещание, дали много денег воинам и сказали, скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали, и, если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его, и вас от неприятностей избавим. Они, взяв деньги, поступили, как научены были. Итак, первосвященники и старейшины, подкупая стражников, обещали им освободить их от ответственности перед римским правителем, Пилатом. Стражниками были римские воины, предоставленные в распоряжение Синедриона на праздники Пасхи для охранения порядка. Им действительно грозило бы большое наказание, если бы Пилат узнал, что они на карауле спали все до единого. В римских войсках была строгая дисциплина, нарушение которой беспощадно наказывалось, Ирод казнил воинов, карауливших апостола Петра в темнице, за то, что они не устерегли его, освобожденного чудесным образом. Такой же казни подлежали бы и воины, на дежурстве которых произошло бы похищение охраняемого ими тела Иисуса. Однако их не только не казнят, но даже не судят. Несомненно также, что вмешательство ненавистного Пилату Синедриона не могло бы освободить стражников от ответственности. С другой стороны, если бы действительно апостолы украли тело Иисуса, то неужели озлобленные враги Христа не пожелали бы воспользоваться удобным случаем, чтобы сразу избавиться и от всех ближайших учеников его? Неужели они не потребовали бы от Пилата и их крови? Ведь расследованием этого дела и казнью апостолов, они не только оправдались бы перед народом за отвержение Иисуса, но еще и значительно окрепли бы в своем влиянии на него. Однако ничего подобного Синедрион не предпринимает. Мало того, через несколько недель, когда апостолы своей проповедью о воскресении Иисуса стали обращать к нему тысячи евреев, и Синедрион потребовал их к себе, то и здесь не решился обвинять их в похищении тела Иисуса, а ограничился лишь запрещением проповедовать. Что же за причина такого поведения первосвященников, фарисеев и старейшин народных? Причина понятна, сами они выдумали сказку о похищении тела Иисуса и потому прекрасно понимали, что возбуждение преследования стражников и апостолов обличит их самих в обмане, навлечет на них страшную ответственность и усилит в народе веру в действительное воскресение Иисуса. Лучше молчать, решили они и затем, по прошествии некоторого времени, обратить в свою пользу невыясненность дела, тогда еще кто-нибудь поверит им, а при возбуждении преследования против мнимо виновных никто не поверит. Вот почему они постыдно молчали. Обратимся теперь к апостолам и постараемся узнать, могли ли они похитить тело Иисуса. Апостолы, несомненно, любили Иисуса, верили в Него, как в Мессию, и с нетерпением ожидали наступления того счастливого времени, когда Он откроет свое царство, в котором они займут почетнейшие места. Они, как и все евреи того времени, верили, что Мессия будет царствовать вечно, следовательно, умереть не может. Вот почему им всегда были непонятны слова Иисуса о предстоящей Ему смерти. Они не хотели верить в возможность Его смерти, а потому и не придавали никакого значения Его словам о воскресении. Они считали эти слова взаеносказания, притчи, каким так часто прибегал их учитель. И вдруг, Иисуса распинают. Он умер и погребен, как и все люди. Если он умер, рассуждали апостолы, то значит он не Мессия, а если он не Мессия, зачем же он обманывал нас? Мысли эти, несомненно, волновали апостолов. А если в душе их закралось сомнение, если они считали себя обманутыми, то спрашивается, какое дело было им до тела того, кто вел их в такое ужасное заблуждение. Ведь они не нашли даже нужным пойти, подобно женам-мироносицам, в гробу Иисуса, чтобы воздать телу Его обычный долг, уважение и почета. А при таком душевном состоянии апостолов похищение ими тела Иисуса было бы бессмысленным и бесцельным, но вместе с тем и крайне опасным делом. Вход в пещеру, где лежало тело, был завален громадным камнем и охранялся вооруженной стражей. Прийти, отвалить камень, войти в пещеру, взять тело и унести его, и совершить все это так, чтобы стражники не заметили ничего, да это более чем невозможно. С другой стороны, если бы апостолы верили, что Иисус воскреснет, то и в таком случае похищение ими Его тела было бы бесцельным, даже безрассудным, к чему похищать тело, если оно в третий день будет воскрешено. Наконец, если бы враги Иисуса намеревались надругаться над Его телом, то в таком только случае у учеников Его могла возникнуть мысль о перенесении тела в безопасное место, но ничего подобного со стороны врагов не обнаружено, напротив, Иисуса похоронили по всем обрядам еврейским, а к гробу Его приставлена стража. К тому же, не представлялось никаких поводов даже к возбуждению подобного вопроса, во-первых, потому что издевательство над телом умершего не могло обойтись без прикосновения к нему, всякое же прикосновение к умершему считалось осквернением, и еще потому, что евреи, как об этом свидетельствует Иосиф Флавий, так заботились о скорейшем и непременном погребении умерших, что даже пригвожденных к кресту по судебному приговору снимали с крестов до захода солнца и погребали. Помимо всего этого следует признать, что апостолы, по своим нравственным качествам, даже не способны были похитить тело Иисуса и затем ложно уверять всех, что Он воскрес. Ведь они пронесли по всему миру проповедь о воскрешем Христе и не отреклись от своей веры в Его воскресение ни при гонениях, ни даже тогда, когда их вели на казнь за эту веру. Значит, они непоколебимо верили в то, что Иисус действительно воскрес, а такой веры они не могли бы иметь, если бы сами похитили тело Иисуса и спрятали от Его врагов. И что заставило бы их уверять всех, что Иисус воскрес, если бы Он не воскресал? Прежняя любовь к нему. Но эта любовь должна была бы не только угаснуть, но даже превратиться в ненависть, так как они поняли бы, что были обмануты, обольщены несбыточной мечтой, а потом брошены на произвол судьбы. И так, следует признать, что апостолы не похищали, да и не могли похитить тело Иисуса. Из книги Б. И. Гладкова, да, Христос действительно воскрес. СПБ. 1906 год, явление Иисуса Христа. Первым событием в истории христианского мира, стали свидетельства многих, кто говорил об увиденном имя воскресения. Если бы они умерли, не заставив никого поверить в эту, благую весть, ни одного Евангелия никогда бы не было написано. Ученики Иисуса говорили о том, что Иисус являлся им в теле несколько раз. Это были свидетельства очевидцев, и они включали в себя разные обстоятельства, в доме и на улице, и разных людей. Однажды Иисус явился более чем 500 человеком одновременно. Во всех этих явлениях Иисус говорил, что он был в настоящем теле и разнообразно подтверждал эту истину. Первыми свидетелями воскресения были женщины и маловероятно, чтобы сфабрикованный случай включал в себя свидетельства женщин, так как они бы считались ненадежными. Иисус также являлся своему брату Якову, а позже Павлу. В каждом таком случае жизни свидетелей радикально изменялись. Совершенно невероятно, что первым христианам удалось сфабриковать подобную сказку, а потом распространять ее среди тех, кто мог легко опровергнуть их рассказы, попросту представив народу мертвое тело Иисуса. Если воскресения не было, то радикальные критики должны признать, что Павел лгал апостолам, когда говорил о явлении ему Христа, а они, в свою очередь, лгали Павлу, когда рассказывали о явлениях воскрешего Христа перед ними. Нелегко оспаривать свидетельство посланий по этому вопросу, где столь убедительно подтверждается их истинность. Из книги Б. И. Гладкова. Да, Христос действительно воскрес. СПБ. 1906 год. Да, Христос воистину воскрес. Таким образом, отпадают все возражения против чуда воскресения Иисуса Христа. Разбор же их выясняет, что чудо это действительно совершилось. Тщательно опечатанный гроб с телом Иисуса, оказавшийся на третий день погребения пустым, клевета Синедриона о похищении тела учениками, удостоверяющая, при всей своей наглости и лживости, что гроб действительно опустел, неверие апостолов в возможность воскресения Мессии, который, по понятиям иудеев, не мог и умереть, неверие их в воскресение их учителя даже и тогда, когда возвестили им о том жены мироносицы, то же неверие их даже при явлении им воскрешивая Иисуса, требования от Него осязательных доказательств в действительности Его телесного воскресения, осязание собственными руками раны Иисуса, принятие в их присутствии, Иисусом Христом пищи, последующее явление Иисуса Христа апостолом и вознесение Его, непоколебимая затем уверенность апостолов в том, что явившийся им Христос есть действительно воскреши из мертвых, смелая и не останавливающаяся ни перед чем прочим. проповедь их об этом чуде, и, наконец, полное бессилие недавно еще сильного Синедриона, и даже отсутствие каких-либо серьезных попыток с его стороны опровергнуть эту неумолкавшую проповедь апостолов, везде провозглашавших, что Христос воскрес. Все это заставляет и нас с твердым убеждением сказать, «Да, воистину воскрес!» Из книги Б. И. Гладкова. «Да, Христос действительно воскрес!» СПБ. 1906 год. В чем смысл смерти и воскресения Иисуса Христа? Из Библии мы знаем, что Бог создал первых людей, Адама и Еву, которые жили в прекрасном, чудесном, красивом саду под названием Рай. В рай уросли фруктовые деревья и все, что нужно для жизни. Там было настолько красиво и хорошо, что нам невозможно это себе представить. Слово рай означает сад. Так названо прекрасное и блаженное жилище первого человека, описанное в книге Бытия подобным саду. В рай уросло дерево жизни, это дерево, питаясь плодами которого тело человека было безболезненно и бессмертно. Предназначение человека состоит в том, чтобы он познавал Бога, любил и прославлял его и благодаря этому вечно блаженствовал. Господь разрешил Адаму и Еве есть плоды от любого дерева, кроме одного, от дерева познания добра и зла, так как в тот день, когда они попробуют плоды этого дерева, они умрут. Но дьявол научил Еву попробовать от этого дерева, и она ослушалась Бога и откусила плод того дерева и научила откусить Адама. Адам и Ева не послушались Бога, то есть согрешили, совершили первый грех. В наказание за непослушание Богу они были изгнаны из рая, а все люди стали в старости умирать. Когда цветок срезают от стебля или ветку от дерева, они еще некоторое время остаются зелеными, но очень скоро завянут и умрут. Вкусив запретный плод, Адам сразу же оказался отрезанным от Бога, от источника питающего его жизнь. В результате стала неизбежна его смерть. Сразу же после того, как Адам и Ева ослушались Бога и последовали совету сатаны, они были отлучены от Бога и попались под власть сатаны. Так как Адам и Ева были первыми людьми на земле, нашими прародителями, через них все люди стали грешными. Библия говорит, что даже только что новорожденные дети уже являются грешниками. Грех передается по наследству, то есть от родителей к детям, поэтому мы все нуждаемся в ком-то, кто бы освободил нас не только от наследственного греха, но и от грехов, которые мы все постоянно совершаем. Последствия совершения греха, другими словами грехопадения, первых людей Адама и Евы отразились не только на них, но и на их детях, и на детях их детей, на всей земле. Мы живем в мире и постоянно страдаем от этого проклятия. Мы постоянно сталкиваемся с болезнями, болью, слабостью, тяжелым трудом, ураганами, вредными насекомыми, сорняками, печалью, горем и смертью. Ничего из вышеперечисленного не существовало до грехопадения Адама и Евы. Господь наш Иисус Христос принял на себя грехи всего человечества. Будучи совершенно безгрешным, Он своими страданиями и смертью освободил и искупил человечество. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Протеирей Фома Хопка. Основы православия. Библия открывает нам, что Иисус Христос принял на Себя грехи всего мира, и это включает в себя прошлое, настоящее и будущее грехи. Бог существует вне времени, поэтому для Него это вполне возможно. Однако это вовсе не является своего рода индульгенцией, потому что человек не получает прощения грехов автоматически. Для того, чтобы получить прощение грехов, нужно, осознать себя грешным перед Богом, покаяться перед Ним в своих грехах, и принять Иисуса Христа в свою жизнь как своего Господа и Спасителя, пострадавшего на кресте за мои грехи. Воскресение мертвых. Бог создал два мира, один настоящий, другой, будущий, один чувственный, другой духовный, один на опыте, другой в надеждах, один для нас поприще, другой, место награды, одному быть в борьбе, в труде и в подвиге, другому в венцы, награды и воздаяния, один сделал морем, другой, пристанью, святой Иоанн Златоуст. Придет такое время, когда будет страшный суд. Все люди от первого человека и до последнего оживут, и вся эта священная могила восстанет, и будет новая весна, вечная жизнь. Как будет происходить воскресение мертвых? Это тайна, которая полностью не может быть нам открыта, лишь немного известно нам из священных книг. Так говорит, пророчествует и языки Иль, Господь Бог костям Сим, вот, я веду дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и веду в вас дух. И вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои, весьма, весьма великое полчища. По откровению, данному святому Иоанну Богослову, воскресение тел предварит звук труп ангельских и голос самого Господа, грядущего с неба. От этого Глаза Господня, подобного которому не было в мире от его создания и который отзовется во всех концах вселенной, вся земля восколеблется, падут надгробные памятники, откроются могилы, сухие кости получат жилы и облекутся плотью, составленные из тех же частей, на которые они разложились. Что было съедено червями и зверями, птицами и рыбами, что было потреблено огнем, превратилось в воздух и землю, все это будет возвращено, так что ни на один волос не будет недостатка в настоящем теле. Тела соединятся со своими душами, то есть души из рая и ада войдут в свои тела, и выйдут из могил как бы после глубокого и продолжительного сна. Представим себе такую картину. Батальон расположился на ночлег после сражения на опушке леса. Ночью выпал снег, и при лунном свете вся эта опушка казалась кладбищем, и каждый спящий солдат – могильным бугорком. А рано утром дали сигнал подъема, и каждый солдат, могильный бугорок, зашевелился, приподнялся, началась жизнь, и все кладбище восстало. Это только приблизительно может изобразить будущее воскресения мертвых в день страшного суда. Видим мы и в природе, осенью жизнь замирает, затихает, но придет весна, дохнет теплом, и все пробудится, оживет и те растения, которые сохранили в себе жизнь, будут цвести и благоухать. Так наступит время, и все человечество оживет, люди воскреснут в одно мгновение, люди всех времен и поколений, воскреснут и добрые и злые, а те, кто останется в живых, изменятся. Если человек на земле жил с Богом, веровал в Него, молился, значит, в нем сохранилась благодать Духа Святого, и в день воскресения он оживет для жизни в Боге. В воскресенье, говорит преподобный Макарий Египетский, тела христиан прославятся и просветятся по мере благочестия души. А тот человек, который духовно был мертв и не способен молиться, творить добро, любить Бога и ближних и умер без покаяния, он не воскреснет для вечной жизни, но оживет для вечного мучения, для гиенского огня. Повестка на страшный суд дается человеку, когда он только рождается, и вся земная жизнь, это лишь подготовка к ответу, который в день страшного суда придется дать каждому из нас. Главное надо знать, у человека, который был верен Богу даже до смерти, любил его, любил ближних, исполнял его заповеди, тело будет чистым, и душа свободно войдет в него. Человек воскреснет светлым, святым, будет сиять, как солнце. А у того человека, который, живя на земле, не любил людей, Бога, нарушал его святые заповеди и умер без покаяния, тело будет страшное, черное от него будет исходить смрад, и душа устрашится, побоится войти в это тело, не захочет, но сила Божия заставит. Тела частью тлеют и гниют и у святых, но восстают, какими они посеяны, говорит преподобный Симеон Новый Богослов. Тела грешных восстают, какими они посеяны на земле, грязевидными, зловонными, плевелами зла, совершенно мрачными, как соделавшие дела тьмы и бывшие орудиями всевозможного зла лукавого сеятеля. Как Бог из небытия привел в бытие весь мир, так ему ничего не стоит вновь всех воскресить. Ученого Ньютона спросили, как Бог может оживить все человечество, когда тела истлели, рассыпались в прах, перемешались с землей. Ньютон сделал такой опыт, взял землю, насыпал в нее горсть мелкой металлической пыли и перемешал. Как отделить землю от металла? Он взял магнит, отделил металл и сказал, если нам, людям, легко это сделать, то Богу, который из небытия в бытие привел весь мир, нет никаких затруднений воскресить людей. И вот человек станет бессмертным, в это время у него откроются такие способности памяти, что он будет помнить все свои грехи, которые он совершил делом, словом, мыслью, все это откроется в последний день. Мало того, человек будет знать, сколько людей в мире, от первого до последнего, кого как зовут, даже год рождения и все дела каждого, все слова, мысли, грешники увидят свои дела, как в зеркале, и придут в ужас. Люди скажут, горы, покройте нас. Но смерти никогда не будет. Каждого человека обличит совесть, и каждому Бог воздаст по делам его, праведнику, вечное блаженство, а грешнику, вечное мучение, в зависимости от того, как человек провел жизнь свою на земле. Если человек здесь любил наслаждаться, упивался вином, блудил, ненавидел, ругался, злился, то есть совершал все грехи и умер без покаяния, то в раю ему места нет, потому что в царство небесное ничто нечистое не войдет. Что посеешь, то и пожнешь, посеешь кшеницу, пожнешь небесную радость, посеешь полынь, пожнешь вечную горечь. Жил на земле с Богом, будешь с Богом и на небе, жил здесь с сатаной, будешь вместе с ним мучиться в аду. Человек попал в ад, миллионы лет пройдут страданий, но это только начало, а конца никогда не будет. Если взять огромную гору мелкого песка и каждый год отбрасывать по одной песчинке, то в конце концов когда-то наступит конец этой горе, но адским мукам, никогда. Если взять большую хрустальную гору, от земли до неба, и ласточка будет прилетать в год раз на эту гору, чтобы почистить свой клювик, то когда-нибудь она сотрет эту гору, адские же муки никогда не кончатся. Лавров Эс. Яка с нами Бог. М-2011 год, крестное знамение. Для крестного знамения мы складываем пальцы правой руки так, три первых пальца, большой, указательный и средний, слагаем вместе концами ровно, а два последних, безымянный и мизинец, пригибаем к ладони. Когда мы крестимся, мы должны сильно и плотно сжать три пальца на правой руке, и ими накладывать крестное знамение. И когда мы наносим на себя крестное знамение, то благодатный огонь опаляет, освещает и очищает наше тело. Кровь, подаваемая сердцем, проходит через огненный крест и поэтому очищается от всего дурного, все сгорает. Поэтому, чем больше мы крестимся, тем чище кровь, тем выше разум, тем ближе к Богу, тем быстрее доходит до Бога наша молитва. В этом значение креста. А ведь многие этого просто не знают. Схиегумен Савва. Сложенные вместе три первых пальца выражают нашу веру в Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа как единосущную и нераздельную троицу, а два пальца, пригнутые к ладони, означают, что Сын Божий по воплощении Своем, будучи Богом, стал человеком, то есть означают его две природы, божескую и человеческую. Осенять себя крестным знамением надо не торопясь, возложить его на лоб, на живот, на правое плечо и затем на левое. И только опустив правую руку, делать поклон, чтобы невольно не допустить кощунства, поломав положенный на себя крест. Крестное знамение, совершаемое правильно и неспешно, с верою и благоговением, устрашает бесов, утешает греховные страсти и привлекает божественную благодать. Для чего мы делаем на себе крестное знамение? Мы делаем знамение крестное на себе, или крестимся, во-первых, для того, чтобы знамение это на нас видел Бог. Да, слушатели, Бог видит, когда мы крестимся, когда делаем на себе знамение крестное. А из вас некоторые крестятся кое-как, поспешно, небрежно, без всякого внимания. Грешно так креститься, надобно креститься со вниманием, с мыслью, с благоговением, клади крест, как святыню, как Христа самого. Скажешь, сила не в кресте. Нет, в кресте сила, и сила большая, когда ты крестишься надлежащим образом, с верой, с мыслью, с благоговением. Крестное знамение есть тот знак, по которому Бог обращает свое милостивое внимание к нам, за который он изливает спасительную благодать свою на нас. Крестное знамение есть та печать, с которой Бог принимает прошение от нас. По крестному знамению Бог узнает, чью молитву слушать и исполнить. Молиться с крестным знамением, значит молиться, просить от имени, от лица Иисуса Христа. Я не сам пришел, меня Иисус Христос послал к тебе, Господи, и что действительно так, вот на мне печать его, крестное знамение. Если же, по твоему понятию, сила не в кресте, то для чего же ты крестишься? Или уж вовсе ты не делай на себе крестного знамения, и тогда все будут знать, что ты не христианин, или делай как должно, без поспешности, с благоговением, с вниманием, с мыслью. Итак, мы крестное знамение делаем для того, чтобы привлечь в себе внимание Божие, благодать Божию. Мы делаем крестное знамение еще и для того, чтобы видел это лукавый, враг наш дьявол. Да, слушатели, и лукавый пусть видит, когда мы делаем на себе крестное знамение, потому что он не любит этого знамения. Как боится лукавый Иисуса Христа, так он боится и знамения Христова, Креста. Крест, самое верное орудие против врага, самая крепкая защита от него, самый острый меч для него. Оградить себя крестным знамением, значит охранить себя силой Христовой от всех нападений лукавого. И не лукавый только бегает от крестного знамения, крестное знамение от всего нам враждебного, неприязненного охраняет, защищает нас. Где знамение крестное полагается, там ангел Христов защитником остается, хранителем. Без бежит от крестного знамения, а ангел притекает на крестное знамение. Да, знамение крестное есть знак, по которому ангелы видят, кого им защищать, охранять, а злые духи видят, от кого им надобно бежать, отступать. И потому твори крестное знамение с мыслью, со вниманием, как некий щит, охраняющий тебя, как некий меч, поражающий врага твоего. Наконец, мы делаем на себе знамение крестное и для того, чтобы перед другими исповедовать Иисуса Христа, распятого на кресте. Да, пусть и люди видят, кого мы исповедуем, в кого мы веруем, на кого мы надеемся, кого любим, кого почитаем. А ты иногда стыдишься сделать крестное знамение. Знаешь ли, какой ты через это грех делаешь? Стыдясь креститься, ты стыдишься, что ты христианин, стыдишься, что ты Христу принадлежишь, во Христа веруешь, на Христа надеешься, Христа почитаешь, любишь. Нет, бойся стыдиться при людях делать крестное знамение, не стыдись признаваться, что ты Христов, иначе Иисус Христос постыдится признать тебя своим на страшном суде и откажется принять в Царство Небесное. Итак, вот для чего мы крестимся, чтобы показать, что мы христиане, и чтобы его видел Бог, видел бы ангел-хранитель, видел бы и лукавый, и чтобы люди видели, что мы христиане. Заключу слово мое о кресте словами святого Кирилла Иерусалимского. Да не стыдимся исповедовать распятого с дерзновением, да изображаем рукой знамение креста на челе и на всем, на хлебе, который вкушаем, на чаше, из которой пьем. Да изображаем его при входах, при выходах, когда ложимся спать и встаем, когда находимся в пути и отдыхаем. Он – великое предохранение, данное бедным в дар и слабым без труда. Ибо это благодать Божия, знамение для верных и страх для злых духов. Аминь. Надо обязательно носить крест и не снимать его нигде и никогда до самой смерти. Христианин без креста – это воин без оружия, и враг может легко одолеть его. Надо правильно осенять себя крестным знамением. Крест – хранитель вселенной, красота церкви, ангелов славы и демонов язва. Поэтому каждый христианин должен почитать крест Христов и преклоняться перед ним. Родион Путятин, протеирей. Вот пример, говорящий о силе креста и крестного знамения. Однажды три девушки шли по железнодорожным путям и оказались между двумя встречными поездами. Все трое остались живы. Поезда прошли, и девушки увидели трех бесов, споривших между собой. Ты что ее под поезд не толкнул, говорят двое третьему, такой удобный случай, была бы душа наша. А тот отвечает, не мог, на ней крестик, и ничего у меня не вышло. А ты свою почему не погубил? Она же без креста. Да, на ней креста нет, но когда выходила из дома, она осенила себя крестным знамением, и я тоже ничего не мог сделать. И третьего беса спросили, ну, а ты чего зевал? Она же у тебя совсем не верующая. Так-то оно так, да ее мать перекрестила на дорогу и сказала, иди с Богом. Тут я бессилен, материнское благословение не имею права нарушать, потому что оно от Бога. Вот еще рассказ. У меня удивительно ранняя детская память. Вот один из запомнившихся эпизодов самого начала моей жизни. Я лежу у матери на руках, она чуть покачивает меня, убаюкивая, притом разговаривает с папой, бабушкой и еще с кем-то из родственников. Я закрываю глаза, передо мной возникает темнота, из которой совершенно неслышно несутся какие-то существа с невыразимо страшными человеческими лицами. Они надвигаются с бешеной скоростью прямо на меня. Приближаясь, эти морды очень пластично деформируются, глаза горят жутким огнем и наполнены злобой, но передо мной как будто растворяются. Мне невообразимо страшно, я открываю глаза, чувствую свою беспомощность и плачу, ожидая защиты от тех, кого подсознательно считаю существами, ограждающими от неприятностей. Мне очень хочется спать, но закрывать глаза мне страшно. Подходит бабушка, пристально смотрит на меня и осеняет крестом, что-то нашептывая. Это сейчас я говорю, что она меня перекрестила, а тогда я видела, как она надо мною в воздухе провела руку со сложенными перстами. Я уснула и больше ничего не помню, а в пять лет меня крестили, и подобных явлений больше никогда не было. Быть может, я бы об этом совершенно забыла, если бы не мультфильм-ужастик, Охотники за привидениями. Я просто остолбенела, увидев в нем то, что так поразило меня в том пеленочном возрасте на руках у матери. Это, совпадение, потрясло до глубины души, я поняла, что автор этих мультиков, придумавший таких летящих из бездны монстров с деформирующимися мордами, вовсе не фантазер. Он, видимо, этих бесов видел и, скорее всего, общался с ними. Значит, тогда ко мне, не крещеной и не имеющей на груди спасительного креста, пришли бесы. А бабушка, как человек православный, поняла мое состояние, осенив с молитвой крестным знамением, их отогнала. Людмила Родина. Тихоновский благовест, номер 3, 2004 год, что такое пост. Господь Иисус Христос, говоря о своих последователях, сказал, придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Господь Иисус Христос был отнят у своих учеников первый раз в среду, когда Иуда предал его и злодеи схватили, чтобы вести на суд, а второй раз, в пятницу, когда злодеи распяли его на кресте. Поэтому во исполнение слов Спасителя православные христиане с древнейших времен соблюдают пост каждую среду и пятницу, воздерживаясь ради Господа от вкушения продуктов животного происхождения, а также от разного рода развлечений. Господь Иисус Христос постился 40 дней и ночей, подавая пример своим ученикам. И апостолы, как сказано в Библии, служили Господу и постились. Поэтому православные христиане, кроме однодневных постов, имеют также многодневные, из которых главный, Великий пост. Невозможно спастись, не утесняя своей плоти, потому что через похоти плоти демоны привязывают и душу к удобствам, к наслаждениям и вкусностям этой жизни, заставляя почти забыть ее кратковременность и обманчивость, делают душу еще более расслабленной, сластолюбивой, доводят ее через некоторое время до полной невозможности бороться с грехом, а потом даже приучают, как попугая, многократным повторением, к мысли, что борьба-то совсем и не нужна, не то, мол, нынче время. Игумен Н. Пост, это отказ земных удовольствий, инструмент, средство для утончения нашей души. Отказ от мясной и молочной еды в определенные дни. Это свидетельство того, что все удовольствия нашей земной жизни ничего не значат по сравнению с теми небесными благами, которые ожидают после смерти тех, кто любит Бога и верит в Него. Сам Христос после крещения 40 дней постился, отказываясь от всякой пищи. Человек состоит из тела и души. Наши духовные способности могут быть расширены, обострены тогда, когда мы сдерживаем те или иные телесные потребности. Пост способствует углублению духовной стороны жизни. Пост, это время покаяния, молитвы и воздержания, причем не только воздержание в еде. Это особое состояние души, в определенной степени, духовный подвиг. Именно поэтому многие стремятся исповедоваться именно в пост. Наряду с ограничением в пище следует воздержаться от некоторых других телесных удовольствий, от просмотра зрелищ, развлекательных телепередач. Мы осознаем свою земную, слабую природу, учимся ее преодолевать, обретаем силу в вере, чаще думаем о Боге, становимся ближе к Богу, лучше можем ощутить, почувствовать, свою душу. В царстве небесном нет ни мяса, ни молока, ни конфет, ни пирожных, ни телевизора, ни других земных удовольствий и зрелищ. В пост душа человека как бы учится, тренируется жить не земным, а небесным. Зачем соблюдать пост? Многие люди говорят, а зачем нам соблюдать пост? Почему мы должны в чем-то себя ограничивать и ущемлять? Об этих людях, которые так говорят, хоть они и считают себя верующими, можно смело сказать, что они маловерны, горды, непокорны и самолюбивы. Богу они не доверяют и не считают нужным слушаться его во всем, предпочитая жить так, как им хочется, по своей человеческой греховной воле. Именно в том, как относится человек к посту, и проявляется сила его веры, любви и доверия к Богу. Но все-таки, почему нам Господь повелел соблюдать пост? Давайте в этом получше разберемся и еще раз убедимся в великой любви Господа к каждому из нас. Постарайтесь на всю жизнь усвоить следующее, что если Бог что-то запрещает или повелевает строго исполнять, то это не потому, что так ему хочется или для того, чтобы показать свою власть над человеком, нет, Господь все это делает только по причине своей большой любви и заботы о человеке. Нужно понять, что Господь относится к нам и по-матерински и в то же время по-отцовски, делая все для нашего блага и оберегая от всякой беды. Мы же, к примеру, не обижаемся на свою мать, когда она не разрешает играть с огнем, играть острым ножом трехлетнему малышу, заставляет нас в морозный день одеваться потеплей, или на отца, когда он заставляет учить уроки, ходить каждый день в школу, мы ведь понимаем, что все это наши родители делают только из любви к нам. Так и Бог дал законы Божии для того, чтобы уберечь человека от многих ошибок, в том числе и трагических роковых, для того, чтобы не случилось с человеком беды и он не пострадал. Вот почему нужно не только верить Богу, но и обязательно Ему во всем доверять и слушаться Его. Поэтому мы должны исполнять повеления Господа относительно поста. Представьте себе, к примеру, вы не будете дома убирать, мыть полы, стирать свою одежду и не делайте это месяц, другой, третий, год, другой, третий, что тогда произойдет. У вас дома все покроется грязью и толстым слоем пыли, заведутся черви, будет большая вонь и разведется всякая гниль и зараза. Вот так и у нас внутри, в нашем организме десятилетиями скапливаются отходы от пищи и жизнедеятельности организма в виде шлаков, солей, жиров, различных вредных токсических веществ и даже ядов, которые отлагаются в организме, в печени, в почках, на стенках кровеносных сосудов, в различных тканях. В суставах сильно загрязняется желудок, кишечник, все органы, в том числе и сердце, начинают хуже работать и не справляются со своими функциями. Ведь не секрет и все знают, что возрастом мы стареем и слабеем, у нашего организма резко уменьшаются запасы жизненных сил, мы все больше устаем физически и наш организм уже не может сам самостоятельно справляться с той грязью, что накапливается в нем, причем многие яды наш организм просто не в состоянии вывести из себя и они копятся в нем. Кроме того, сегодня наша пища очень плохая по качеству, нездоровая, в ней много вредных химических веществ, трансгенов, гормонов, поэтому наш организм засоряется, зашлаковывается, покрывается слизью. Ну а где грязь, там поселяются и различные болезнетворные бактерии и вирусы. Иммунная система человека сильно ослабевает и становится неспособной бороться с различными инфекциями. Все это ведет к тому, что начинаются всевозможные заболевания и токсическое отравление нашего организма. В Библии сказано, зачем тебе человек умирать не в свое время? Действительно, а зачем? Все мы когда-нибудь умрем, зачем спешить на тот свет раньше времени, что разве мало у нас дел и забот на этом свете? Да и Господь не хочет, чтобы мы не в свое время умирали. Он хочет, чтобы мы были здоровыми и пожили в радости и любви со своими ближними. Посмотрите, как Бог даже здесь, через свое повеление соблюдать обязательный пост проявляет большую заботу о нас, ведь соблюдая посты человек дает возможность хорошо отдохнуть и восстановить свои силы своему организму. Во время поста наш организм в то же время начинает очень эффективно очищаться от шлаков, лишних и ненужных жиров, слизи, гнили, ядов, наш организм как бы омолаживается, становится сильным и выздоравливает. Поэтому люди, соблюдающие пост, постепенно перестают болеть многими болезнями, становятся сильными, работоспособными и значительно продлевают жизнь. То есть, пост очень сильно помогает человеку и лечит его организм, восстанавливается нервная система, выздоравливает и укрепляется сердечно-сосудистая, очищается наша печень, кишечник и почки, крепнет иммунная система и начинает активно работать и защищать наш организм. Велика и духовная польза поста. Во время поста необходимо быть более спокойным, следить за собой, не ссориться, не кричать, не ругаться, не пить, не курить, не раздражаться и злиться, прощать все людям и не обижаться, стараться всеми силами не осуждать людей, необходимо воздержание в супружеской жизни, все это постепенно воспитывает в нас добрые привычки и помогает избавляться от дурного поведения, то есть мы становимся хорошими людьми. А самое главное, соблюдая пост во всем, мы тем самым учимся исполнять волю Божью. Поэтому давайте доверять Господу, давайте будем его слушаться во всем и будем строго по нашим силам и возможностям соблюдать все положенные нам посты. Один батюшка так сказал о посте, пост соблюдать нужно и необходимо, но главное, чтобы человек во время поста не только мясо, яйца и молочные продукты не ел, намного важнее, чтобы он своих ближних не ел. Не злился, не ворчал и не осуждал никого, не ругался и не обижался ни на кого, не роптал на Бога. Вот такой пост Богу угоден. Какой бы ты ни соблюдал пост, даже самый строгий, если он проходит без чистосердечного покаяния, то Господь не примет его. Такой пост не приведет ни к спасению, ни к утешению. Самое главное, очищай свое сердце внутри и исправляй свои недостатки характера, и оставляй свои дурные привычки. Тот, кто сознательно уклоняется от этого и не соблюдает пост, тот не заботится о своем спасении. Пост укрепляет и улучшает характер человека, воспитывает в нас добрые привычки, избавляет нас от обидчивости, раздражительности и гневливости, от нетерпеливости и невоздержанности, учит нас терпеть и переносить трудности, увеличивает силу воли. Молитва бессильна, если не основана на посте, и пост тоже бесплоден, если проводится без молитвы. Напастящегося человека, то есть насмиряющегося, не смеют нападать демоны. Истинный пост в широком смысле, есть именно послушание Богу, то есть строгое соблюдение заповедей Бога, проведения праведной и благочестивой жизни. Берегись измерять и считать пост только простым воздержанием от пищи, говорит святой Василий Великий. Те, которые воздерживаются от пищи, а ведут себя при этом дурно, уподобляются дьяволу, который хотя и ничего не ест, однако не перестает творить свои злые дела, не перестает грешить. Господу будет угоден пост, если мы будем иметь и доброе расположение к людям, а враг пытается вложить в нас дерзость, гневливость, раздражительность, уныние и тем сделать для души больше вреда, чем пользы, поэтому такого поста Господь никогда не примет. Пост обладает огромной благодатной силой. Это меч, посекающий страсти. Благодатная сила поста проистекает от повиновения человека божественной воли. В посте человек отсекает свою грешную волю, подчиняя ее Божией воле. Очень важно во время поста не смотреть телевизор. На вопрос, не все ли равно Богу, какую пищу ест человек. Амвросий Оптинский ответил, не пища имеет значение, а Божия заповедь о соблюдении поста. Адам был изгнан из рая не за объедение, а за вкушение только запрещенного, то есть, за непослушание и неповиновение Господу. Особенно же важно то, что через послушание Богу человек приучается к самодисциплине. Нужно, чтобы все верующие люди строго исполняли все постановления православной церкви, и соблюдали все посты и постные дни, среду и пятницу, и никогда не нарушали правила православной церкви о посте. В. Ф. Черепанов. Как обрести крепкую веру в Бога. Скорби и беды. Однажды проходящий по улице человек случайно увидел кокон бабочки. Он долго наблюдал, как через маленькую щель в коконе пытается выйти бабочка. Прошло много времени, бабочка как будто оставила свои усилия, а щель оставалась все такой же маленькой. Казалось, бабочка сделала все, что могла, и ни на что другое у нее не было больше сил. Тогда человек решил помочь бабочке, он взял перочинный ножик и разрезал кокон. Бабочка тотчас вышла. Но ее тельце было слабым и немощным, ее крылья были неразвитыми и едва двигались. Человек продолжал наблюдать, думая, что вот-вот крылья бабочки расправятся и окрепнут, и она сможет летать. Ничего не случилось. Остаток жизни бабочка волочила по земле свое слабое тельце, свои нерасправленные крылья. Она так и не смогла летать. А все потому, что человек, желая ей помочь, не понимал, что усилия, чтобы выйти через узкую щель кокона, необходимо бабочка, чтобы жидкость из тела перешла в крылья и чтобы бабочка смогла летать. Жизнь заставляла бабочку с трудом покинуть эту оболочку, чтобы она могла расти и развиваться. И иногда именно усилия необходимы нам в жизни. Если бы нам позволено было жить, не встречаясь с трудностями, мы были бы обделены. Мы не смогли бы быть такими сильными, как сейчас. Мы никогда не смогли бы летать. Я просил сил. А Бог дал мне трудности, чтобы сделать меня сильным. Я просил мудрости, а Бог дал мне проблемы для разрешения. Я просил богатства, а Бог дал мне мозг и мускулы, чтобы я мог работать. Я просил возможности летать. А Бог дал мне препятствия, чтобы я их преодолевал. Я просил любви. А Бог дал мне людей, которым я мог помогать в их проблемах. Я просил благ. А Бог дал мне возможности. я ничего не получил из того о чем просил но я получил все что было мне нужно спаситель сказал что даже самая малая птичка не упадет без воли божией тем более не что в нашей жизни не может произойти помимо его воли все доброе и хорошее посылается господом ибо он есть вечный источник всех благ все же зло и не посылается непосредственно богом ибо у бога нет и тени зла но господь попускает злу иногда вредить нам ради нашей пользы и спасения в данном случае разные неприятности имеют то же действие какое имеют горькие неприятное но в то же время спасительные лекарства почти все лекарства и медицинские операции являются для нас неприятными но мы все равно к ним прибегаем и знаем их пользу и необходимость ведь и дети не перестают любить родителей когда эти их справедливо наказывают ибо знают что родители им хотят только добра господь как сказано в писании кого любит того наказывает поэтому знай что если что и произошло с тобой неприятного болезни ли еще что ты знаешь что все это совершается промыслом божиим и предназначена для пользы твоей души каждая минута твоей жизни все жизненные обстоятельства встречи общение с другими людьми это испытание тебя проверка тебя твоих мыслей желаний поступков с богом ли ты богу важно какая у тебя внутри душа они твои формальные действия поступки в течение всей твоей жизни каждый день с тобой будут происходить различные события ты будешь общаться с другими людьми будешь попадать в различные ситуации возможные тяжелые жизненные обстоятельства будут встречаться на твоем пути но будь твердо уверен что бог не оставляет тебя ни на одну минуту ангел-хранитель всегда рядом с тобой а если с тобой и происходят какие-то беды и неприятности то это лишь с той целью чтобы сделать тебя лучше чтобы ты проверил самого себя живешь ли ты по божьим заповедям с богом ли ты выработать в тебе лучшие качества закалить твою душу как например тело закаляют холодной водой чтобы не простужаться зимой бог дает тебе возможность сделать твою веру совершенной ребенок плачет когда мать его моет не плачь если окажешься в беде беда очищает душу как вода лицо как врач иногда вырезает болячку на теле так и господь посылает скорби чтобы вырвать корни изгладить следы греха и огнем страдания выжигает заразу наклонности к греховным услаждением жил на свете юноша ему нравились всякие старинные безделушки и он странствовал по свету в поисках необычных вещиц которые находил в лавках старьев щиков особенно его занимали чайные чашки ибо они как ему казалось могут рассказать много интересного вот однажды в далекой незнакомой стране набрел он на антикварный магазинчик где нашел старую чайную чашку юноша взял в руки находку и стал рассматривать ее как вдруг чашка заговорила с ним мой дорогой странник я не всегда была чашкой было время когда бессмысленность была единственным моим развлечением я была просто куском красной глины тысячи лет лежала я в земле передо мной проносились столетия люди воевали и заключали мир зарождались и гибли цивилизации вдруг пришел мой мастер он поднял меня отнес в мастерскую бросил на деревянный стол и стал мять и катать меня снова и снова он вонзал свои пальцы в меня пока я не закричала довольно оставь меня в покое было очень больно но он лишь улыбнулся и покачав головой промолвил еще не время затем он бросил меня на гончарный круг и мир завертелся передо мной так быстро что слился в сплошной туман что ты делаешь прошептала я мне плохо останови этот кошмар но мастер лишь понимающий вздохнул и тихо сказал еще не время продолжая вертеть круг и придавать мне форму а потом он бережно поставил меня в печь я не знала что на свете существует такая жара я кричала и пыталась открыть печную дверцу здесь жарче чем в аду кричала я я сгорю дотла выпусти меня скорее но через окошко в печке я видела как мастер смотрел на меня и губы его повторяли еще не время и вот когда мне показалось что наступает моя последняя минута дверца открылась мастера осторожно вынес меня из печи и поставил на полку где я вздохнула свободно как хорошо когда тебя наконец оставили в покое но это был не конец как только я опомнилась мастер снял меня с полки внимательно посмотрел и стряхнул пыль он собирался раскрасить меня и покрыть лаком его ядовитые испарения окутали меня и я уже было стало терять сознание пожалуйста смелуйся надо мной неужели тебе меня не жалко пожалуйста оставь меня в покое пожалуйста не надо стонала я но мастер лишь покачал головой и сказал как обычно еще не время закончив наносить лак он снова поставил меня в печь на этот раз там было гораздо жарче чем в первый раз я поняла сразу это моя смерть я умоляла его просила угрожала кричала под конец я заплакала но слез не было даже огненных я поняла что живу последний миг своей жизни сил больше не было как вдруг в самую последнюю секунду уже падая в черную бездну небытия я почувствовала как руки мастера берут меня и вытаскивают из печи он снова поставил меня на полку где я остыла и стала ждать через час мастер вернулся подошел ко мне и поставил передо мной зеркало взгляни на себя сказал он то что я увидела в зеркале было таким чудесным что я воскликнула это не я это не могло быть мною это было так красиво невероятно красиво тогда я услышала полные сострадания слова мастера это тот чем ты должна была стать я видел как тебе было больно когда я раскатывал тебя но мне нужно было выгнать воздух иначе бы ты быстро раскололась я знал что ядовитые испарения лака были невыносимы для тебя но без этого твоя жизнь осталась бы такой же серой как была до этого а сама ты осталась бы такой же слабой я знал что печь будет самым тяжким испытанием но без этого тяготы жизни легко сломали бы тебя поверь мне все это я делал для твоего блага теперь ты превратилась в чудесную чашку как я и представлял себе когда увидел тот комочек глины которым ты была до этого теперь ты предстала в новом качестве чашка закончила свой рассказ из ее блестящего ободка скатилась слеза благодарности юноша заплатил хозяину и взял чашку с собой с тех пор он использовал ее только в служении богу рассказ чашки стал путеводной звездой в его жизни и когда судьба отворачивалась от него и ему хотелось крикнуть довольно хватит он вспоминал слова мастера еще не время со временем он понял что все перипетии судьбы вели лишь к одному чтобы он стал дорогим слугой господа как того и хотел господь не принимайте никакие неприятности и огорчение близко к сердцу кроме своих грехов все в этой жизни быстро проходит глядь и нет уж ничего не скорбей не людей все что еще может быть с вами уже было до вас и все прошло пройдут и ваши беды а вы грядите ко христу не спотыкаясь о чей-то завистливые неприязненный взгляд или а чью-то странную обидную фразу сохраняйте бодрость духа твердость внутреннюю свободу в сочетании с послушанием и полное бесстрашие каждому человеку хотя бы однажды в жизни а бывает и не один раз господь как бы открывает себя показывает реально свою помощь и силу он помогает понять и почувствовать каким должен стать человек то есть как бы указывает ему цель работы над собой а затем вновь предоставляет остаться самим собой в том плачевном качестве в каком человек пребывает по грехам своим из-за неисправленности далее каждый уже сам выбирает по какому пути идти если человек еще не знал бога то такие божие посещения заставляют его задуматься принять его и его заповеди или нет выбор между тем или иным решением создатель полностью предоставляет делать человеку игумен н святитель николай велимирович говорил садовник срезает ветви чтобы дерево быстрее росло и лучше плодоносила если он превысит меру и срежет лишнее дерево засохнет верь что бог наблюдает за каждым человеком заботливее и милосерднее любого садовника послушай как рассуждает преподобный нил сорский если горшочник знает меру придержания сосуда в огне чтобы тот не лопнул неужели бог не знает меры наших страданий верь что господь имеет куда большее рассуждение и любовь чем человек карандаш прежде чем положить карандаш в коробку карандашный мастер отложил его в сторону есть пять вещей которые ты должен знать сказал он карандашу прежде чем я отправлю тебя в мир всегда помни о них и никогда не забывай и тогда ты станешь лучшим карандашом которым только можешь быть первое ты сможешь сделать много великих вещей но лишь в том случае если ты позволишь кому-то держать тебя в своей руке второе ты будешь переживать болезненное обтачивание время от времени но это будет необходимым чтобы стать лучшим карандашом 3 ты будешь способен исправлять ошибки которые ты совершаешь четвертое твоя наиболее важная часть будет всегда находиться внутри тебя и 5 на какой бы поверхности тебя не использовали ты всегда должен оставить свой след независимо от твоего состояния ты должен продолжать писать карандаш понял и пообещал помнить об этом он был помещен в коробку с призванием в сердце всегда помни эти пять правил и никогда не забывай их первое ты будешь способен делать много великих вещей но лишь в том случае если позволишь богу держать тебя в своей руке и позволишь другим людям иметь доступ ко многим даром которыми ты обладаешь второе ты будешь переживать болезненное обтачивание время от времени проходя через различные проблемы но ты будешь нуждаться в этом чтобы стать более сильным человеком 3 ты сможешь исправлять ошибки которые ты совершил или сможешь вырасти из них 4 твоя наиболее важная часть будет всегда находиться внутри тебя и 5 везде где бы ты не шел ты должен оставить свой след независимо от ситуации ты должен продолжать служить богу во всем если вы несчастны то не вините меня в одном из храмов города соликамска пермская область на стене написана икона спасителя спас нерукотворной и при ней замечательная надпись я свет а вы не видите меня я истина а вы не верите мне я учитель а вы не слушайте меня я господь а вы не повинуетесь мне я путь а вы не следуете за мной я жизнь а вы не ищите меня я ваш лучший друг а вы не любите меня я ваш бог а вы не молитесь мне если вы несчастны то не вините меня многие люди думают что если они хорошо устроились в жизни то благоденствие им гарантировано хотя бы в этой жизни но мы знаем как часто бывают катастрофы аварии болезни злоба и глупость человеческие тоже приводят к печальным последствиям так не лучше ли надеяться на бога в нем полагать основу своей надежды уверенности в дне сегодняшнем и завтрашнем посмотрите на воронов они не сеют не жнут нет у них не хранилищ не житниц и бог питает их сколько же вы лучше птиц да и кто из вас заботись может прибавить себе роста хотя на один локоть и так если и малейшего сделать не можете что заботитесь о прочем посмотрите на лилии как они растут не трудятся не придут но говорю вам что и соломон во всей славе своей не одевался так как всякая из них если же будет брошена в печь бог так одевает то кольми пачи вас маловеры какие утешительные слова вся надежда на него и сам христос об этом же и так не ищите что вам есть или что пить и не беспокойтесь потому что всего этого ищут люди мира сего ваш же отец знает что вы имеете нужду в том на и паче ищите царствие божие и это все приложится вам господи научи меня во всем на тебя полагаться и никогда не допускать даже самого малого колебания в этом сколько раз ты давал нам какие-то испытания а потом чуть замедлив чтобы проявилась наша вера замедлив как когда-то к лазарю приходил и властно решал все наши проблемы помоги него что ставить житейские вопросы зная что ты все устроишь а наше дело лишь самоотдача исполнять дела на которые ты нас поставил как жить вера это уверенность в невидимом то есть уверенность в том что ты не видишь глазами но точно знаешь что это есть нужно всегда знать помните твердо верить что бог существует что есть невидимый другой мир в котором живут ангелы богородица святые кто бы ни говорил обратно и мы же знаем например что есть другой город в котором мы никогда не были который мы никогда не видели но твердо знаем и верим что он есть существует что в нем живут такие же как и мы люди для спасения твоей души необходимо знать и твердо верить что бог есть он заботится каждую минуту о тебе заботиться о спасении твоей души нужно возлюбить господа бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей ты должен стараться жить по вере и совершать соответствующие ей добрые дела любить окружающих тебя других людей также как ты любишь себя и своих родных возлюби ближнего твоего как самого себя ведь все люди являются нашими ближними потому что все мы создание единого бога и произошли от одного человека значит все люди на земле наши дальние родственники не делай никому зла относись к окружающим тебя людям так как бы ты хотел чтобы они относились к тебе никогда не делай никому того чего ты не хочешь чтобы делали тебе один человек ходил по округе проклиная священника и распространяя о нем по всему приходу лживые злобные слухи в один прекрасный день и он почувствовал раскаяние придя к священнику попросил у него прощения он сказал что готов на все чтобы загладить свой грех священник сказал ему чтобы он взял у себя дома подушку распорол ее и выпустил перья на ветер бросьба была довольно странной но выполнить ее не составило труда сделав как ему было сказано он вернулся и доложил об этом священнику а теперь сказал священник иди и собери все перья хотя раскаяние твое как и желание исправить причиненное зло искренне но возместить ущерб причиненный твоими словами также невозможно как собрать пущенные по ветру перья не бойся ничего кроме гнева божия за свои грехи бойся только грешить совершающий преступление постоянно думает только бы никто не заметил сделанного мною когда будешь совершать грех подумай что бог видит тебя пусть страх перед богом будет у тебя также силен как у того преступника страх перед людьми когда тебе станет совсем трудно подумай о небе пойми что это сиюминутная проблема ничего не значит по сравнению с вечностью обратись к богу прочитай молитвы сходи в церковь и ты увидишь как изменится твое внутреннее состояние силы человек черпает и в чтении слова божия когда мы молимся мы беседуем с богом а когда читаем священное писание господь беседует с нами открывает свою волю как нам жить и спасаться православный христианин обязательно должен читать святое евангелие ибо она дает человеку просвещение ума души и сердца душа от писания разумевает что есть добро и что есть зло говорил преподобный серафим саровский когда мы читаем светскую книгу то душа невольно воспринимает дух того человека который воплотил в книге свои страсти начитавшись таких книг мы и сами становимся страстными больными душой ум наш помрачается теряет чистоту и целостность а когда мы читаем святое евангелие со страниц его потоком льется благодать и душа наша воспринимает дух христов а христос есть идеал совершенства идеал смирения он приведет нас к вечной жизни к вечной радости человек читая библию усваивает дух христов то есть начинает нормально правильно мыслить обязательно читайте евангелие нет его достаньте вы верите в то что бога нет тогда следую вашему мировоззрению вам придется признать все что вас окружает и вы сами это результат слепого случая и невероятных совпадений теоретическая вероятность которых равна нулю ваше отрицание бога всего лишь ваша слепая вера так как на сегодняшний день наука не имеет ответы на вопросы как появилась материя как она организовалась и что поддерживает в ней порядок не дающий превратиться ей в хаос также в настоящее время общепризнана наукой что возникновение живого вещества из неживого невозможно вы слепо верите в эволюцию тогда найдите хотя бы для себя ответ на один простой вопрос когда где почему и как произошло разделение полов на мужской и женский какой пол появился первым мужской или женский и как одно без другого продолжила рот разве атеизм логичен нет он безумен и противоречит здравому рассудку поэтому всем искренне советую рассмотрите внимательно свою жизнь и задумайтесь что вас ждет в недалеком будущем обремененная грехами душа страшась и трепеща пред будущим воздаянием старается успокоить себя неверием но смерть есть подведение итогов всей нашей жизни и самый важный экзамен можно попробовать сдать его не готовясь но как бы мы не прятали свои худые дела свое время обличаем и своей совестью все они встанут перед нами взглянешь на них и увидишь кто ты рассказывают случай имевший место в каком-то селе приехавший из города антирелигиозный агитатор пропагандист собрал весь сельский люд на свою лекцию доказав целым рядом софизмов что бога нет пропагандист предложил слушателям в заключение поднять к небу кулак и тем как бы подтвердить что они раз и навсегда с богом покончили и полностью освободились от религиозного дурмана к удивлению всех присутствовавших и самого лектора один из слушателей не поднял своего кулака а когда спросили его почему он воздержался смельчак ответил да ведь вы же товарищ доказали нам что бога нет а раз его нет то против кого же нам поднимать свой кулак сделав томительную паузу колхозник при гробовом молчании полушепотом добавил а если бог все же есть то я признаюсь перед всеми вами мне страшно противоречия отрицателей люди которые упорно отрицают свою вечную загробную жизнь не замечают того что находится в плену противоречий они не могут поверить в событие двухтысячелетней давности потому что никто не может быть уверен в том что же на самом деле случилось но они твердо знают что фараон древнего египта тут он хамон жил за 1300 лет до рождества христова не верит что христос жил на земле но ведут лето исчисления от рождества христова не верит что христос воскрес но называют седьмой день недели воскресеньем они не верят в бога но говорят в знак благодарности спасибо спасибо не верит что человек был создан по образу и подобию божию но называют безобразным человека который потерял этот образ не верит что бесы существуют но говорят что кто-то взбесился или что машина мчится на бешеной скорости не верит что у человека есть душа но называют кого-то бездушным человеком знают что бывают душевно больные или психически больные от греческого психа душа надеются верит любят мечтают сочувствуют ненавидит завидуют и печалится кто-то верит только в материальный мир но не считает материальной совесть сочувствие зависть печаль ненависть веру надежду в любовь говорят что бога никто не видел но в то же время верит что можно разговаривать по мобильному телефону и смотреть телевизор хотя сами не знают и не понимают точно физику этих процессов многим нравится гармония и красота этого мира горы моря леса поля реки звезды звери птицы люди но они не задумываются как все это возникло считают что все это появилось само собой многие не верят в бога но верит в науку несмотря на то что наука теория вероятности показывает что вероятность самопроизвольного зарождения жизни ничтожно мало они считают себя умнее верующих но в то же время верит что мозг появился сам собой что их прародители были обезьянами считают что весь мир появился от произвольного соединения химических элементов но не верит что дом может построиться путем случайного обтесывания скалы в течение длительного периода времени в течение всей своей жизни они гордятся своим интеллектом знаниями умом по сравнению с ненаучной верой в вечную жизнь но вынуждены признать себя в будущем всего лишь смердящей кучей удобрения они не хотят исполнять христианские заповеди считая что человек должен сам решать что ему хорошо а что плохо но в то же время не хотят чтобы их супруг изменял им чтобы их дети были алкоголиками и развратниками не хотят быть обворованными обманутыми и боятся смерти нельзя называть свободомыслием свои сомнения в существовании бога сказал безумец в сердце своем нет бога подлинно суетны по природе все люди у которых не было видения о боге которые из видимых совершенств не могли познать сущего и взирая на дела не познали виновника книга премудрости соломона а тех кто живет без бога тех кто соблюдает законы божии бог бережет но тот кто отвергает эти заповеди живет так как ему хочется и делает все что вздумается тот сам себя лишает божьей помощи защиты ангелов и становится легкой добычей бесов эти люди отвергают божию защиту и бог уважая их свободу оставляет их наедине с их выбором человек лишенный божией защиты сделавшись добычей бесов становится одержим демоническими силами воли таких людей становится подконтрольно бесом а сами они превращаются в их марионеток ведь они даже не знают о существовании бесов без и каждую секунду ведут постоянную битву войну за душу человека еще без и хотят чтобы люди не знали об их существовании представь себе войну с противником которого ты не знаешь и не видишь а он тебя знает видит и вредит тебе подстраивая тебе различные козни побрасывая скверные мысли разве можно победить в войне не зная о существовании самой войны не зная и не виде самого противника вот без и наносят удар за ударом по таким людям в этой невидимой войне тот кто отвергает существование бога ангелов бесов не признает греха и живет не по божьим законам заповедям не может победить этой битве поэтому этот человек целиком и полностью проигрывает войну становится в итоге побежденным порабощенным рабом дьявола еще больше удаляется от бога и выполняет волю дьявола даже не зная ничего о нем кто не с богом тот с дьяволом человек полностью подпадает под действие бесов невозможно находиться далеко от бога и не попасть в сети дьявола быть где-то в промежутке между богом и дьяволом тот кто отрицает божие законы похож на человека который не признает и не соблюдает правила дорожного движения и ходит там где ему вздумается если не соблюдать правила дорожного движения и ходить по улицам где ездит машины то когда-нибудь тебя собьет машина поэтому ты должен очень хорошо знать закон божий правила которые бог установил для людей и их соблюдать церковь учит нас что дьявол и бесы особенно боятся крестного знамения крещенской воды и тела и крови христовых которых мы причащаемся в церкви бесам дано право разговаривать с нами подсказывать нам мысли во всякое время даже во сне игумен ефрем виноградов лакербайя говорит что когда человек живет вне церкви без благодатной защиты подаваемой в святых таинствах и молитвах то такие легкие касания демона прогрессируя превращаются в серьезные расстройства эмоциональной сферы называемые в психиатрии маниакально-депрессивным психозом с различными по длительности промежутками между фазами повышенного маниакальная фаза или подавленного настроения депрессивная фаза вот какую тонкую и почти незаметную психическую войну ведет против нас враг ты теперь понимаешь какая нам нужна бдительность за твою душу ведется война не только скрытые но и явные один старец сказал одному человеку дьявол есть враг твой а ты дом враг не пристает бросать в тебя всякий сорт какой бы ни нашел верга и в тебя всевозможные нечистоты но ты тщательно извергая из себя влагаемые им если же не будешь делать это то дом твой наполнится ссором и тебе невозможно будет войти в него с самого начала когда дьявол начнет засорять тебя ты постепенно выкидывай ссор и дом твой прибудет чистым благодатью христовую брать от жизни все некий царь никогда не был весел в жизни своей никогда не улыбался придворные его упросили брата вызнать о чем скорбит правитель и сообщить им узнав о том велел царь вырыть огромный ров до половины засыпать его горящими углями а над тем рвом поставить престол ветхий и трухлявый над престолом велел повесить на тончайшей нити меч острый голый перед ним же поставить стол со множеством яств и дорогим вином призвав брата он посадил его на ветхий этот престол над рвом с углем и приставил по сторонам четырех стражей с мечами наголо одного сзади одного напротив сердца и двух слева и справа и велел приложить острия в телу а потом призвал музыку привести играть и сказал брату ешь пей веселись и радуйся ответил брат царю как же мне веселиться если отовсюду угрозы гляну вниз там огонь вверх оттуда меч хочет голову мне отсечь обращу взгляд на престол он в любой момент разрушится и я упаду в огонь с двух сторон хотят меня мечами пронзить и ни о чем не могу я думать так как вижу неизбежную мою гибель и тогда сказал царь брату как ты виде все это устроенная не к по гибели твоей но к наказанию не хочешь пить и есть и веселиться не можешь так и я всегда вижу перед глазами своими подниму взгляд вверх там вижу судью моего который хочет судить меня ведая обо всех моих мыслях и делах и вижу все грехи свои которые перед богом сотворил и за которые ответ держать надо посмотрю вниз вижу адский огонь и муку лютую на которую осужден буду если в грехе смертным умру взгляну вперед мыслю смерть свою которая всякий час приближается и не знаю ни часа не место где она меня настигнет если посмотрю налево там все дни и ночи демоны ищут душу мою и закрывают передо мной двери к исправлению взгляну направо вижу ангелов божиих которые мне благие мысли и волю подают но я их не приемлю и не творю и когда обо всем этом размышляю никак в мире этом чудесном не могу быть весел на престоле моем как прожить долгую жизнь и не бояться смерти учение христа это евангелие благая весть царство божие или иначе учение о спасении вечном блаженстве это учение нашей православной церкви вечное небесное блаженство в царстве божием это состояние единства с богом ощущение полного счастья покоя наслаждения стяжания ощущения благодати духа святого чтобы достичь царство божие каждый человек должен подражать жизни иисуса христа учение иисуса христа только тогда станет для тебя спасительным спасет тебя от смерти и приведет к бессмертной жизни если ты его примешь всем сердцем всей душой и будешь поступать согласно этому учению нужно воздерживаться от страстей и греховных желаний действиями им противоположными например если гнев возбуждает тебя ругать кого-то и сделать ему зло то ты против все этому вспоминая как иисус христос на кресте молился за своих врагов и начиная молиться за своих недругов и таким образом ты распинаешь убиваешь уничтожаешь в себе страсть гнева любые неприятности происходящие с тобой воспринимая как средство для исправления души и твоего спасения как невозможно без ног ходить так невозможно и достигнуть царствие небесного без исполнения заповедей учение господа нашего иисуса христа в краткой форме изложено в его заповедях о блаженстве заповеди о блаженстве 91 блаженный нищие духом ибо их есть царство небесное быть нищим духом это значит что мы ничего своего не имеем а имеем только то что дарует нам бог и что ничего доброго мы не можем сделать без божьей помощи и благодати мы не что и во всем должны прибегать к милосердию божьему всегда чтобы вы не собирались сделать говорите если богу угодно чтобы с вами не произошло то что случилось с одним самоуверенным человеком он собирался пойти поработать в винограднике и сказал своей жене завтра рано утром я пойду в виноградник если богу угодно пойдешь сказала ему она угодно богу или не угодно ответил он а я пойду на утро еще затемно он вышел из дома но по дороге хлынул такой ливень что ему пришлось вернуться еще не рассвело он постучал в дверь кто там спросила жена если богу угодно отвечает он то это я твой муж 2 блаженны плачущие ибо они утешатся мы плачем от своей виновности и несовершенства о том что заслуживаем нашими грехами гнев бога когда например оскорбишь кого-нибудь а потом бежишь к нему извиняться и слезы сами текут у тебя из глаз ты говоришь извини меня пожалуйста я больше не буду а сам плачешь так и когда совершаешь грех бежишь к богу просить прощение и слезы сами льются из твоих глаз и ты просишь у бога прощения бог видит твое искреннее раскаяние и прощает тебя один из солдат наполеона совершил преступление и был приговорен к смерти накануне расстрела мать солдата пришла к наполеону молить чтобы тот простил ее сына госпожа сказал наполеон деяние вашего сына не подлежит помилованию я знаю ответила мать если бы за такой поступок можно было бы помиловать я бы не просила о прощении простить значит быть способным выйти за пределы мести и справедливости выслушав ее наполеон отменил смертный приговор и заменил его ссылкой 3 блаженно кроткие ибо они наследуют землю кротость это тихое спокойное состояние когда ты никого не раздражаешь и ни на кого не обижаешься будь кротким и смиренным мир общине жалуйся не обижайся не только на бога но и на людей и когда происходит что-либо против твоих желаний не нужно кричать предаваться гневу и много о себе воображать нельзя задирать нос и превозноситься над другими 1 старца спросили что такое смирение старец сказал когда согрешит против тебя брат твой и ты простишь ему прежде чем он пред тобой раскается древний патерик другой подвижник так объяснял суть смирения все люди жаждут величия а бог просит нас стать маленькими чтобы пройти в дверь ведущую в царствие небесное надо встать на колени одна из сестер шамардинской обители за невольный проступок получила от настоятельницы строгий выговор сестра попыталась было объяснить причину своей повинности но разгневанная начальница не хотела ничего слушать и тут же при всех пригрозила поставить ее на поклоны больно и обидно стала шамардинской насельницы и однако она подавила в себе самолюбие замолчала и смиренно попросила прощения у настоятельницы придя к себе в келью сестра вдруг вместо стыда и смущения ощутила в своем сердце неизъяснимую радость вечером того же дня она сообщила о всем случившемся преподобному амбросию оптин скому который выслушав ее рассказ сказал этот случай промыслителен помни его господь захотел показать тебе как сладок плод смирения чтобы ты ощутив его всегда понуждала себя к смирению сначала к внешнему а затем и к внутреннему когда человек понуждает себя смиряться господь утешает его внутренне и это то и есть та благодать которую бог дает смиренным самооправдание только кажется облегчающим средством а на самом деле приносит в душу мрак и смущение 4 блаженные алчущие и жаждущие правды ибо они насытятся необходимо с такой же силой стремиться к праведной жизни по законам божьим с какой голодные стараются найти себе хлеб или жаждущие воду алчущие и жаждущие правды это те кто делают добро но не считают себя праведниками не лги мыслью словом и самой твоей жизнью не подозревая ближнего это он обо мне беседует когда видишь что кто-нибудь беседует с кем-то никогда не верь своим догадкам и подозрением чтобы не попасть в лапы к бесам не обманывай самого себя не оправдывай себя в плохих поступках никогда не лги другим не обманывай других поступай так как подсказывает тебе твой внутренний голос совести твой ангел-хранитель некий юноша решил жить воздержанные жизнью однажды стесняясь открыто говорить о своих принципах он попал в смешную ситуацию на вопрос женат ли он молодой человек предполагая что на этом расспросы закончится подался соблазну немножко солгать до женат а как зовут вашу жену спросили снова юноши опять пришлось выкручиваться а дети у вас есть последовал еще один вопрос и так как юноша уже начал лгать то никак не мог остановиться есть а сколько молодой человек почувствовал что окончательно запутался чем дальше в лес дим больше дров вспомнилась ему поговорка ну двое нерешительно ответил он а как их зовут вопросом собеседников казалось не будет конца юноша не выдержал и ответил одного ребенка зовут ложь а другого неправда не женат я не 5 блаженны милостивые ибо они помилованы будут будьте милосердны проявляй благосклонность доброжелательность к ближним откликайся на чужую беду не будь равнодушным помоги нищему накорми голодного на по и жаждущего одень нагого имеющего недостаток в необходимой и приличной одежде посети больного послужи ему и помоги его выздоровлению научи своих друзей истине и добру дай добрый совет в трудной ситуации или в случае незамечаемой им опасности молись о ближнем богу утяж печального не воздавай за зло сделанное тебе другими всем сердцем прощай обиды и господь тебя помилует помилует от вечного осуждения за грехи на суде божием жил один человек и жил не очень правильно решил взяться за ум делать добрые дела спасти душу делал их делал особенного изменения к лучшему в себе не замечал как-то шел по улице видит у одной старушки пуговица с пальто оборвалась упала на землю увидел думает до чего там пуговицу нее еще хватит не поднимать же ерунда какая но все-таки кряхтя поднял пуговицу догнал старушку отдал ей пуговицу и забыл об этом потом он умер и видит весы слева его зло лежит тянет вниз а справа ничего нет пусто и зло перетягивает эх говорит себе человек и здесь не повезло смотрит ангелы пуговицу кладут и чаша с добрыми делами перевесила неужели одна эта пуговица все мои злые дела перетянула удивился человек сколько добрых дел я сделал а их и не видно и услышал как ангел говорит ему из-за того что ты гордился своими добрыми делами они и пропали а вот именно этой пуговицы о которой ты забыл хватило чтобы ты от гибели спаси 6 блаженно чистые сердцем ибо они бога узрит пусть у тебя всегда будет чистое сердце чистота сердца это такое состояние человека когда твое сердце не омрачено никакими темными порочными страстями желаниями греховных дел изгоняя из сердца всякие незаконные желания и помышления пристрастие к земным предметам с верой и любовью непрестанно храни в нем память о господи боге иисусе христе наше сердце и наше сознание можно сравнить с приемным устройством которое должно принять божественную благодать чистота помыслов мыслей и чувств является непременным условием принятия бога если наше сердце не настроено на волну божественной благодати то познать увидеть бога нам не удастся так если радиоприемник не настроить на нужную программу невозможно услышать и радиопередачу будет сплошной шум по мере очищения твоего сердца твоей совести ты сможешь познать увидеть духовно бога жил был один человек хороший но обидчивый однако он знал что держать обиду на ближнего не полезно для здоровья да и батюшка на воскресной проповеди как-то говорил что это и вовсе грех призывая всех прощать друг друга человек крепко задумался плохим христианином ему быть не хотелось общаться с обидчиками тоже большого труда стоило ему преодолевать свою неприязнь к тем кто обманывал его предавал не уважал в результате ему стало удаваться эту неприязнь скрывать контролировать раздражение возникавшие всякий раз когда приходилось сталкиваться со своими обидчиками он даже ставил в церкви за здравие обидчиков свечи и молился об их в разумлении только по-прежнему ему не хотелось с ними общаться и даже видеть их поэтому избегал всех из них кого только мог говорил так я простил всех кто согрешил предо мной но ведь не обязан же я улыбаться им приводить их в свой дом общаться с ними некоторых я и вовсе видеть не хочу дома же он молился так обращаясь к отцу небесному и прощай мне так же как и я прощаю своих должников пришло время и человек умер отравившись рыбными консервами ангелы отнесли его душу богу человек стоял перед престолом божьим и трепетал перед тем кто пролил за него свою кровь на кресте все молитвы которые он знал наизусть от волнения забылись кроме одной ее то человек и повторял про себя отче наш сущий на небесах когда же ангелы зачитали список его поступков человек ужаснулся чудовищному количеству своих грехов господи прости меня вырвалась у него господь же посмотрел на человека и сказал прощаю и освобождаю тебя от всех грехов твоих но видеть тебя я не хочу 7 блаженны миротворцы ибо они будут наречены сынами божьими будь всегда в мирном расположении нельзя ни с кем ссориться даже если оскорбляют господь наш сказал любите врагов ваших благословляйте проклинающих вас благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас недружелюбно настроенных к нам нужно сделать своими друзьями и хранить мир в своем сердце себя самого в душе не надо оправдывать и даже мысленно других не обвинять нужно стараться не спорить ни с кем сохранять всегда спокойствие но когда видим какую-то несправедливость не задумываясь приходим на помощь и вступаем схватку с врагом нужно стремиться вокруг себя создавать мирную обстановку стараться примерять между собой тех кто ссорится рядом а если такой возможности нет то молиться богу об их примирении не друга в своих нужно сделать лучшими друзьями знаешь какое наступает облегчение в душе если примеряешься с кем-то дороже миром храни мир вокруг себя не подавай поводов к ссорам 8 блаженные изгнанные за правду ибо их есть царство небесное это люди которые выше всего на свете чтят слово божие исполняют божий закон во всем согласны добровольно переносить лишения бедствия страдания и даже быть гонимыми но не отступать от соблюдения правды то есть от закона божьего такие люди будут блаженны счастливы и получат царство небесное многие ученики и последователи иисуса христа из-за того что они стали приверженцами и распространителями его учения испытали много лишений и страданий богу угоден тот человек который безвинно несправедливо страдает за правду божию этот человек будет оберегаем богом и облагодетельствован а за свои невинные страдания он получит блаженство то есть радость потому что и христос пострадал за нас оставив нам пример дабы мы шли по следам его каждого человека который пытается жить в мире и согласии с богом силы тьмы хотят искусить и совратить с истинного пути послушания законам божьим 9 блаженный вы когда будут поносить вас игнати всячески неправедно злословить за меня желающие блаженство должны быть готовы с радостью принять поношение гонения бедствия и самую смерть за имя христа и за истинную православную веру соответствующий этой заповеди подвиг называется мученическим господь обещает за этот подвиг великую награду на небесах то есть самую высокую степень блаженства не стесняйся имени бога перед другими окружающими тебя людьми заповеди божии можно сравнить законами природы законы природы установлены и регулируют природу а заповеди законы божии человеческую душу разница между ними то что природа не может не подчиняться законам установленным для нее богом а человек может подчиняться или не подчиняться заповедям божиим мы чувствуем в себе эти заповеди божии каждый раз когда совесть нам говорит что следует а чего не следует делать заповеди божии подтверждают то что нашему сердцу говорит внутреннее чувство именуемое совестью совесть это внутренний голос который нас обличает когда мы делаем то что не должны делать нарушаем заповеди божии если обмануть кого-то легко ли будет на душе нет тяжесть какая-то и настроение плохое почему потому что таким поступком ты отошел от бога и совесть подсказывает вернись скорее а когда признаешься попросишь прощения какая легкость и радость почему потому что ты вновь вернулся к богу как сделать так чтобы быть с богом надо в своей жизни исполнять его заповеди не обманывать не обижаться не гневаться не кричать не ругаться не драться не завидовать не объедаться не унывать не хвастаться не превозноситься перед другими не любить дорогие вещи и так далее заповеди христовы это путь к истинному счастью человека как любить бога береги чистоту души и тела остерегайся злых и нечистых желаний с умеренностью вкушай пищу и питье и более всего украшай себя смирением не оставлять гостеприимство уклоняйся от споров и ни во что не ставь похвалу вместо них ожидая наслаждение небесных благ не надейся на свою праведность не жалея о том что прошло и обуздывай язык и желудок береги душу лучше тела на теле раны видны а на душе они невидимые и можно так ее изранить что совсем потерять все добрые у нас от бога спрашиваешь почему да потому что бог и есть все добро вся любовь вся правда и вообще все все хорошие собранные вместе бог любит нас так сильно что готов даже умереть за нас это что все мы если тоже любим бога после смерти воскреснем и будем жить вечно в раю теперь понял почему сильнее важнее любви нет ничего на свете и что не только нужно любить своих близких друзей весь мир но самое главное нужно очень очень сильно сильно всегда всегда любить бога не трусь впереди у тебя дорога в царство небесное легкой она не будет если совесть твоя чисто душа светла а сердце спокойно надежда твоя на небесные награды несомненно потому что ты имеешь помощником бога который всегда с тобой для каждого человека на земле существует свой путь уготованный богом по которому творец желает привести нас конечной цели бытия спасению и жизни вечной господь непрестанно направляет нас к тому чтобы мы более всего обогащались неземными благами но небесными которые сможем взять за пределы этой жизни каждый человек может принимать волю божию в своей жизни и следовать согласно с ней а может отвергать ее следуя своей собственной воле принимающий волю божию в своей жизни берет свой крест отвергающий отвергает свой крест при этом мы должны понимать что практически никому не дано исполнить волю божию в совершенстве так как нечистота нашего сердца отсутствие духовного опыта гордости прочие наши немощи не позволяют всегда ясно расслышать голос божий найти силы следовать ему иерея алексий зайцев клирик свято-троицкого храма г челябинска не обижаться а принимать укоры и кается не говорить лишнего а молчать не упрямиться а уступать не унывать а радоваться выбирать все время постоянно благую часть которая не отымется уйдет с нами в будущую жизнь когда мы не злимся не даем сдачи не огрызаемся не надуваемся даже не думаем ничего в свою защиту не осуждаем про себя никого когда мы страдаем терпим пусть даже самое малое это очень много мы не оставляем своего креста мы живем каждый миг этого страдания это как чистое золото души как драгоценные крупицы святости жизни христианской евангельской небесной уже на земле иерей николай булгаков настоятель храма иконы божией матери державная послушай притчу однажды бог доверил своему служителю работу он показал ему огромный камень перед его домом и сказал что заданием человека будет толкать этот камень изо всех сил и человек делал это день за днем день за днем от восхода солнца до захода в течение многих лет его плечи непосредственно прикасались к этому холодному камню который не трогался с места когда человек толкал его в течение многих лет каждый день человек возвращался домой уставшим изнеможенным с чувством как будто день прошел впустую сатана заметил что человек этот проявляет подавленность и решил внести свою лепту он посеял в уме человека отрицательные мысли ты уже так давно толкаешь этот камень а он вообще не тронулся с места зачем ты так себя убиваешь ты никогда не сдвинешь его с места таким образом он внушил человеку что его задача невыполнимая и что он неудачник эти мысли отбили у человека желание продолжать порученную ему богом работу зачем так утруждаться думал человек я работал на износ а результата не видно лучше не буду перри труждаться буду толкать потихоньку и так человек планировал делать но однажды решил помолиться и рассказать всевышнему о своих переживаниях он сказал бог мой я долго и усердно служил тебе я вкладывал все свои усилия чтобы выполнять задание которое ты мне дал до сих пор хотя прошло столько времени я не сдвинул этот камень даже на половину миллиметра что я делаю не так почему у меня не получается тогда бог ответил с пониманием и сочувствием мой друг когда я просил тебя чтобы ты мне служил ты согласился я сказал чтобы ты толкал камень изо всех сил и ты это делал я никогда не говорил что ожидаю от тебя того чтобы ты сдвинул его с места а ты сейчас приходишь ко мне обессиленным думая что ты подвел меня но действительно ли это так посмотри на себя твои плечи стали сильными и натренированными твой торс и руки стали крепче а твои ноги стали более выносливыми и мускулистыми благодаря постоянным усилием ты стал сильнее и твои возможности сегодня намного превосходят те которые у тебя были до того как ты начал работу за ты действительно не тронул этот камень с места но в главном я ожидал от тебя послушание веру и упование на меня и ты это делал и я сейчас сдвину этот камень с места бог не спросит какую машину ты водил он спросит сколько людей ты на ней подвез бог не спросит большой ли был у тебя дом он спросит скольким людям ты давал в нем приют бог не спросит стильным ли был твой гардероб он спросит скольких людей ты одел бог не спросит как много у было собственности он спросит что из этой собственности владела тобой бог не спросит какая у тебя была зарплата он спросит каким способом ты добился такой зарплаты бог не спросит какую должность ты занимал он спросит честно ли и старательно ты исполнял свои обязанности бог не спросит сколько у тебя было друзей он спросит сколько людей считали тебя своим другом бог не спросит сколько раз ты говорил правду он спросит сколько раз ты солгал бог не спросит почему ты так долго не каялся и не исправлялся он с любовью поведет тебя к твоему новому дому на небесах святая троица однажды святого кирилла брата святого мефодия спросили как вы христиане единого бога разделяете на три бога у вас есть отец сын и дух святой не злословьте против пресвятой троицы отвечал святой кирилл отец и сын и дух святой суть три лица существо же едино посмотрите на солнце от бога в образе святой троицы на небе поставленная в нем три вещи круг сияние и теплота также в пресвятой троица отец сын и дух святой солнечный круг есть подобие бога отца ибо как круг не имеет ни начала не конца так и бог есть безначален и как от круга солнечного происходит сияние и теплота так и от бога отца рождается сын и исходит дух святой сияние подобие бога сына от отца рожденного и весь мир евангелием просветившего а теплота солнечная происходящая от того же круга вместе с сиянием есть подобие бога духа святого которые от того же отца исходит предвечно бог это как солнце на ослепительно ярком белом небе так что и посмотреть невозможно на него святитель тихон задонский писал блажен человек который верою обретает царя небесного и удостоится войти в святое общение с ним такому будет бог богом его крепостью его опорой прибежищем избавителем помощником защитником и заступником и с богом приобретет он все остальное кто обретает бога тот с богом и в боге наилучшим образом обретает все блага почему нужно ходить в храм легкомысленные или враждебные церкви люди утверждают что храмы это выдумки попов для их собственной наживы нет ничего глупее этого тогда печи выдумки пекарей а гостиницы измышления их хозяев вода же изобретение дельцов для добывания денег но милый мой если бы не было у нас необходимости в еде питье сне то не пользовались бы мы пекарнями колодцами и гостиницами если бы не было у нас необходимости ходить в храм не строили бы люди церквей для удовлетворения нашей первой потребности и служат церкви необходимость посещения храмов была у людей всех времен и народов потому-то храмы алтари и святилища возводили по всей земле располагая их в самых живописных местах в центре городов на вершинах гор на высоких берегах на холмах и в полях на островах повсюду находит кирка археолога величественные храмы и там где оставила свой след человеческая цивилизация самые великолепные строения это храмы наша вера называется православный что значит право то есть правильно славящая бога даже враги нас так называют соглашаются с тем что мы правильно его исповедуем правильность это бережно охраняется от чужеродных влияний от попыток примешать к истине хотя бы капельку лжи твердое стояние в нашей вере досталось нам от предков а они-то знали что значит благодарить бога потому что сами ели от этих плодов и нам с тобой завещали миллионы подвижников несмотря на все лишения и страдания испытывали блаженство потому что твердо предали себя на служение богу к нему будут устремлены наши желания и в будущей жизни как же ты войдешь в царство божие и какое испытаешь блаженство если в настоящей жизни не ходил в храм и не научился служить богу тот кто не ходил в школу и не выучил букв как сможет поступить в университет и получать удовольствие от занятий в нем в грядущей жизни когда мы увидим вещи в их истинном свете многие будут горько раскаиваться и скажут если бы я знал об этом раньше но будет поздно не потрудившись в своем призвании на земле они утратили его навсегда не посещает церковь многие рассуждают примерно так ничего страшного бог вездесущ могу помолиться и у себя дома но одно дело дома и совсем иное в церкви дома можешь помолиться но не можешь совершить божественную литургию в церкви прибывает сам христос ему принадлежат слова где двое или трое собраны во имя мое там и я посреди них если же он прибывает среди двоих или троих подумай с какой радостью он находится там где собрались десятки сотни и даже тысячи всякое дело о котором бы не попросили люди вместе благословит господь по обетованию ждем в церкви от бога исполнения прошений своих и отец наш дает нам в избытке благословения свое да и какой отец если все дети вместе просят его о чем нибудь полезным не исполнит их просьбу с радостью вот почему нужно всем верующим которые знают об этом звать собой в церкви других а чем больше будет призывающих тем больше будет услышавших и отозвавших ся потому-то дьявол всегда мешает и старается отвлечь человека от церкви что разрушают захватчики во время войны прежде всего линии связи чтобы отрезать снабжение как-то в воскресенье утром один святой проходил мимо часовня на крыше которой безмятежно спал без прошел подвижник мимо и дошел до соседнего селения тут он увидел как христиане собирались в церковь и многие были уже внутри а вокруг храма клубились толпы бесов которые с оружием и различными орудиями окружали и храм что происходит спросил он одного из них церковь здесь церковь и там почему же здесь вас такое множество а там всего один все очень просто был ему ответ часовни сейчас пуста там хватит и одного веса здесь же как видишь полно работы и какая же польза от посещения церкви иоанн златоуст говорит бог устроил церковь как гавань чтобы в ней укрывшиеся от шума и треволнений жизненного моря люди наслаждались великим покоем в церкви ты обретешь силы противостоять житейским неурядицам тебя господи молим все нам предстоящие к благому направь с путешествующими с путешествуй больных по сети врач душ и телес наших господь хранит тебя если ты ходишь в храм от всех напасти и бед о которых ты даже и не подозреваешь из церкви возвращаешься друг мой исполненной радости и благодати приходи в церковь говорит иоанн златоуст чтобы уйти исполненным небесных даров чтобы в любых положениях оставаться невредимым чтобы вооружившись духовным оружием стать невыязвимым и неподвластным дьяволу ты становишься человеком возрастаешь духовно способствуешь порядку и справедливости отдыхаешь душой и телом обретаешь силы противостоять житейским невзгодам благословение божие приходит и на тебя и на дом твой здесь примиряешься с богом достойно поклоняешься ему исполняешь свое предназначение сколько же ты теряешь живя вне церкви как же поступишь прими сегодня решение регулярно ходить в храм отставь все отговорки и самооправдания ничто не может быть помехой за исключением тяжелой болезни один старец говорил если пламя охватила твой дом с четырех сторон а ты прикован к постели так что не можешь встать чтобы потушить его только тогда ты имеешь оправдание при пропуске богослужения вспомни если ты не приходишь в церковь без тяжкой необходимости три воскресенья подряд ты отлучен ты слышишь отлучен от всей вселенской церкви и так отставь все и начинай ходить в церковь вместе со всей семьей бери других вместе с собой чтобы я не примирились с богом этим ты их спасешь потому что вне церкви нет спасения как говорят святые отцы и будешь иметь награду от бога даже если только одного сумеешь обратить архимандрит харлам пиво силопулос почему ты не в церкви какая польза от посещения церкви вне церкви нет и не может быть спасения мир в котором мы живем это житейское море а церковь корабль и корм чай ее сам христос есть церковь небесная торжествующая и земная воинствующая небесную церковь наполняют все небесные силы и все святые а земная церковь это верующие люди праведные и грешные вместе церковь небесная земная составляют единую вселенскую церковь глава которой господь наш иисус христос самая сильная молитва для нас грешных это молитва церковная по молитвам церкви человек в огне не горит в воде не тонет молитва это со дня моря вынимает небеса потрясает такую же силу имеет молитва матери за своих детей некоторые думают зачем идти в церковь можно и дома помолиться но церковную молитву нельзя даже сравнить с домашней в храме один раз скажешь от души господи помилуй а дома взамен этого надо прочитать весь псалтирь в храме сделаешь один поклон а дома надо сделать тысячу если со вниманием будешь стоять на божественной литургии это заменит 6000 иисусовых молитв так говорят оптинские старцы мы должны быть церковными людьми ходить в церковь каждую субботу вечером воскресенье и во все праздники несчастен тот человек который пропустил хотя бы одно воскресное богослужение ибо она уже никогда не вернется апостольское правило говорит кто не был на богослужении три воскресных дня без уважительной причины тот невидимо духом святым отлучается от церкви то есть находится вне ограды спасения и попадает под власть злых духов огромную ошибку совершают те люди которые относятся к церкви как к чему-то второстепенному церковь столб и утверждение истины начала и основа нашей жизни здесь на земле а продолжение ее на небе церковь это уголок неба на земле переступая порог храма мы должны помнить что с земли переступаем на небо здесь на престоле невидимо выседает на херувимах сам господь входить в храм надо с благоговением сделать три земных поклона поклониться живому богу во время богослужения стоять спокойно и ровно по храму без нужды не ходить не разговаривать не смеяться свечи не надо передавать а поставить самому до начала службы и помолиться перед иконой лавров с яка с нами бог м 2011 год как записки в храме помогают твоим родным и близким в церкви мы подаем записки с именами наших сродников живых и умерших зачем во время проскомедии полагаются частицы на святой дискос и рядом с частицами присвятой богородицы ангельских воинств святых лежат и частицы вынутые по одной за каждое поданное имя поминание совершают ирии в этот момент во время свершения жертвы наши сродники присутствуют рядом с христом и вместе с присвятой богородицей душами святых и ангелами и ради этого дарует бог умершим покой оживущим покровительство и благословения приведем один из многочисленных случаев чудесной помощи в 1922 году в средней азии во время войны находился сын одной семьи из мессины домашние очень волновались за него и даже ночью заказывали литургию из-за сражения на пять часов утра пришелся момент службы когда священник возгласил твоя от твоих а родные и близкие особенно усердно молились о своем солдате через несколько дней он написал в письме о том что в ту памятную ночь он был взят в плен но в пять часов ему удалось уйти из рук врагов вот какое значение имеет поминовение один пленник из кипра находился в персии в тяжком заключении родителям его жившим на кипре было сообщено будто он уже умер так что они оплакивали его как умершего трижды в год они стали справлять память о нем делая приношение в церкви за его душу для совершения божественной службы по прошествии четырех лет сын их убежал из плена и возвратился домой родители увидав его удивились подумав что он воскрес из мертвых возрадовавшись его освобождению они рассказали ему что три раза в год совершали о нем поминовение в день богоявления пасхи и пятидесятницы он же услыхав это припомнил и сказал в те дни приходил ко мне в темницу со светильником некий величественный муж оковы спадали с моих ног и я был свободен и целый день ходил по городу никем не замечаемый в остальные же дни я как узник снова пребывал в оковах какие молитвы слышит бог давным-давно жил один святой старец который много молился и часто скорбел о грехах человеческих и странным ему казалось почему это так бывает что люди в церковь ходят богу молятся а живут все так же плохо греха не убывает господи думал он неужели не в нем лишь ты нашим молитвам вот люди постоянно молятся чтобы жить им в мире и покаяние и никак не могут неужели суетно их молитва однажды с этими мыслями он погрузился в сон и чудилось ему будто светозарный ангел обняв крылом поднял его высоко высоко над землей по мере того как поднимались они выше и выше все слабее и слабее становились звуки доносившиеся с поверхности земли не слышно было более человеческих голосов затихли песни крики весь шум суетливой мирской жизни лишь порой долетали откуда-то гармоничные нежные звуки как звуки далекой лютни что это спросил старец это святые молитвы ответил ангел только они слышатся здесь но а чего так слабо звучат они а чего так мало этих звуков ведь сейчас весь народ молится в храме ангел взглянул на него и скорбно было лицо его ты хочешь знать смотри далеко внизу виднелся большой храм чудесные силы раскрылись его своды и старец мог видеть все что делалось внутри храм весь был полон народом на клиросе виден был большой хор священник в полном облачении стоял в алтаре шла служба какая служба сказать было невозможно ибо ни одного звука не было слышно видно было как стоявший на левом клиросе дичок что-то читал быстро-быстро шлепая и перебирая губами но слова туда вверх не долетали нам вон медленно вышел громадного роста диакон плавным жестом поправил свои пышные волосы потом поднял орать широко раскрыл рот и не звука на клиросе регент раздавал ноты хор готовился петь уж хор то наверно услышу подумал старец регент стукнул камертоном по колену поднес его к уху вытянул руки и дал знак начинать но по-прежнему царила полная тишина смотреть было удивительно странно регент махал руками притопывал ногой басы краснели от натуги тенора вытягивались на носках высоко поднимая голову рты у всех были открыты но пение не было что же это такое подумал старец он перевел глаза на молящихся их было очень много разных возрастов и положений мужчины и женщины старики и дети купцы и простые крестьяне все они крестились кланялись многие что-то шептали но ничего не было слышно вся церковь была нема а чего это спросил старец спустимся и ты увидишь и поймешь сказал ангел они медленно никем не видимые спустились в самый храм нарядно одетая женщина стояла впереди всей толпы и по-видимому усердно молилась ангел приблизился к ней и тихо коснулся рукой и вдруг старец увидал ее сердце и понял ее мысли ах это противная почтмейстерша думала она опять в новой шляпе муж пьяница дети оборванцы а она форсит лишь выпилилась рядом стоял купец в хорошей суконной поддевки и задумчиво смотрел на иконостас ангел коснулся его груди и перед старцем сейчас же открылись его затаенные мысли экая досада продешевил товару такого теперь нипочем не купишь не иначе как тысячу потерял а может и полторы далее виднелся молодой крестьянский парень он почти не молился а все время смотрел налево где стояли женщины краснел и переменался с ноги на ногу ангел прикоснулся к нему и старец прочитал в его сердце эх и хороша дуняша всем взяла и лицом и повадкой и работой вот бы жену такую пойдет или нет и многих касался ангел и у всех были подобные же мысли пустые праздные житейские перед богом стояли но о боге не думали только делали вид что молились теперь ты понимаешь спросил ангел такие молитвы к нам не доходят а того и кажется что все они точно немые в эту минуту вдруг рубки детский голосок отчетливо проговорил господи ты благ и милостив спаси помилуй исцели бедную маму в уголке на коленях прижавшись к стене стоял маленький мальчик в его глазах блестели слезы он молился за свою больную маму ангел прикоснулся к его груди и старец увидел детское сердце там были скорбь и любовь вот молитвы которые слышны у нас сказал ангел однажды аву макария спросили как молиться старец ответил нет надобности впадать в многословия довольно воздеть руки и сказать господи как ты хочешь и знаешь помилуй меня если чувствуешь стеснение в брани возови помоги бог знает что хорошо для вас и смилуется над вами никогда не надо просить у господа ничего земного ему лучше нашего ведома то что нам полезно молитесь всегда так придаю господи в себя детей своих и всех родных и ближних в твою святую волю серафим вырицкий почему мы просим бога потому что мы слабые не имеем такой силы веры доверие богу какую имел преподобный серафим поэтому и просим о земном да и сделай помоги если бы по-настоящему доверяли то просто бы делали свое дело а в остальном положились на волю божию священник константин пархоменко послушай как молились оптинские старцы господи дай мне с душевным спокойствием встретить все что принесет мне наступающий день дай мне всецело предаться воле твоей святой на всякий час сегодня во всем наставь и поддержи меня какие бы я не получал известия в течение дня научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением что на все святая воля твоя во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть что все не спосла на тобою научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей никого не смущая и не огорчая господи дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня руководимая волею и научи меня молиться верить надеяться терпеть прощать и любить аминь материнская молитва материнская молитва со дна моря достанет эту пословицу конечно знают все но многие ли верят что пословица это сказано не только для красного словца а совершенно истинно и за многие века подтверждена бесчисленными примерами отец павел монах рассказал мне случай происшедший с ним недавно он рассказал его как будто все так и должно было быть меня же этот случай поразил и я его перескажу думаю что он удивителен не только для меня на улице к отцу павлу подошла женщина и попросила его сходить к ее сыну исповедать назвала адрес а я очень торопился сказал отец павел и в тот день не успел до признаться и адрес забыл а еще через день рано утром она мне снова встретилась очень взволнованная и настоятельно просила прямо умоляла пойти к сыну почему-то я даже не спросил почему она со мной не шла я поднялся по лестнице позвонил открыл мужчина очень неопрятный молодой видно сразу что сильно пьющий смотрел на меня дерзко я был в облачении я поздоровался говорю ваша мама просила меня к вам зайти он вскинулся ладно врать у меня мать пять лет как умерла а на стене ее фотография среди других я показываю на фото говорю вот именно эта женщина просила вас навестить он с таким вызовом значит вы с того света за мной пришли нет говорю пока с этого а вот то что я тебе скажу ты выполни завтра с утра приходи в храм а если не приду придешь мать просит это грех родительские слова не исполнять и он пришел и на исповеди его прямо трясло от рыданий говорил что он мать выгнал из дому она жила по чужим людям и вскоре умерла он даже и узнал то потом даже не хоронил он пришел в тот день а вечером я последний раз встретил его мать она была очень радостная платок на ней был белый а до этого темный очень благодарила и сказала что сын ее прощен так как раскаялся исповедался и что она уже с ним виделась тут я уже сам с утра пошел по его адресу соседи сказали что вчера он умер увезли в морг вот такой рассказ отца павла я же грешный думаю значит матери было дано видеть своего сына с того места где она была после своей земной кончины значит ей было дано знать время смерти сына значит и там ее молитвы были так горячи что ей было дано воплотиться и попросить священника исповедать и причастить несчастного раба божия ведь это же так страшно умереть без покаяния без причастия и главное значит она любила его любила своего сына даже такого пьяного изгнавшего родную мать значит она не сердилась жалела и уже зная больше всех нас об участи грешников сделала все чтобы участь это миновало сына она достала его со дна греховного именно она и только она силой своей любви и молитвы самые главные молитвы обязательно выучена изусть молитвы отче наш иисусову молитву символ веры живые в помощи до воскреснет бог они помогут тебе в самых трудных ситуациях ты убедишься потом в этом непрестанно не торопясь с покаянным чувством надо читать молитву иисусову господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного грешную когда мы читаем ее освещается воздух и тело и злые духи боятся приблизиться к нам нас окружает как бы огненное кольцо через которое они не могут переступить это краткая молитва удобная и спасительная предохраняет человека от греховной порчи от колдунов и чародеев всем христианам должно заниматься молитвой иисусовой с целью покаяния и призывания господа на помощь заниматься со страхом божиим и верою с величайшим вниманием к мысли и словам молитвы сокрушением духа пишет епископ игнатий бренчанинов вот пример говорящие о силе иисусовой молитвы однажды шел скорый поезд вдруг машинист видит далеко впереди стоит монах и машет рукой остановись машинист остановил поезд оказалось что шпалы разобраны еще немного случилось бы авария пути починили и тогда вспомнили о монахе где же он решив что вошел в поезд пошли по вагонам и вот видит в одном вагоне сидит монах и перебирает четки господи иисусе христе сыне божий помилуй неогрешного это ты поезд остановил спрашивают его нет что вы а кто же не знаю и пассажиры подтвердили что он никуда не выходил все время сидел в вагоне что же произошло по молитвам монаха господь послал ангела в его образе и он предотвратил несчастье очень полезно и спасительно читать также молитву богородица дева радуйся благодатная мария господь с тобою благословенно ты в женах и благословен плод чрева твоего яка спаса родила есть и душ наших по преданию святых отцов восьмого века тот кто со вниманием не торопясь читает по 150 раз в день эту молитву находится под особым покровом матери божией когда мы обращаемся к богу в молитве и он не сразу исполняет наше прошение это означает что либо они для нас не полезны либо он как любящий отец хочет чтобы мы подольше с ним были господь любит нас и ему радостно когда его чадо с ним беседуют ведь если бы он сразу исполнил наши просьбы мы тут же бы забыли о нем лавров с яка с нами бог м 2011 год почему молитвы нужно читать на церковнославянском языке когда тебе нужно поехать за границу ты изучаешь иностранный язык церковнославянский язык дал нам бог чтобы мы на нем разговаривали с ним трудности с усвоением богослужебного языка заключаются не в нем самом а в тебе наш современный язык предназначен для обыденных повседневных вещей у каждого языка своя задача вести слушателей или читателя в ту область который данный язык принадлежит учитывая условно-рефлективную энергию слов мы должны особенно большое внимание отдать литургическому языку призванному порождать в умах и сердцах молящихся ощущения иного мира высшего это достигается наличием имен и понятий принадлежащих исключительно божественному плану а также употреблением небольшого количества специфических форм выражения славяне промыслительно одарены благословенным языком служившим веками для богослужения священного писания и молитвы и никогда не низшим житейским нуждам не даже церковной литературе мы категорически убеждены в необходимости употребления сего языка в богослужениях нет вовсе нужды заменить его языком повседневности что неизбежно снизит духовный уровень и тем причинить неисчислимый ущерб неуместны доводы якобы непонятности для многих современных людей старого церковного языка людей поголовно грамотных и даже образованных для таковых овладеть совсем небольшим количеством неупотребительных в обыденной жизни слов дело нескольких часов все без исключения затрачивают огромные усилия для усвоения сложных терминологий различных областей научного или технического знания политических юридических и социальных наук языка философского или поэтического и подобное зачем же понуждать церковь к утере языка необходимого для выражения свойственных высших форм богословия или духовных опытов все кто искренне желает приобщиться вековой культуре духа легко найдут возможность освоиться бесценным сокровищем священного славянского языка который изумительно соответствует великим таинством богослужения немногие особенности сего языка облегчают труд временно отрешиться от страстных будней всякое ныне житейское отложим попечение если бы мы при совершении литургии употребляли язык нашей повседневности то он порождал бы в душах и умах присутствующих реакции низшего плана нашего физического существования человеческое слово есть образ предвечного слова отца словом господнем сотворены небеса он сказал и соделалось он повелел и явилась и наше слово обладает творческой силы слово бога нашего пребывает вечно и наше слово достигает вечности если сказано в путях воли его через призывание имен божиих совершаются таинства церкви включая приложение хлеба и вина в тело и кровь господа слова литургии и вообще молитв несут только человеческие но и данные свыше церковный язык относится к сфере божественного бытия он должен выражать откровение духа им порождаемые умные видения через слышание слова божие вдохновляется человек на веру победившую мир архимандрит сафроний сахаров божественная литургия божественная литургия есть центр всего богослужения без нее невозможно спастись и войти в царствие божие церковь это космический корабль который доставит тебя на небо а знаешь почему потому что в ней совершается жертва приносится в жертву христос огнец божий он предлагает пищу которая дарует нам вечную жизнь я есть хлеб жизни приходящий ко мне не будет толкать и верующий в меня не будет жаждать никогда жертва это благоприятно богу как ничто другое он принимает ее и дарует нам свое благословение и милость и вот почему известно что человечество сбилась с пути стала виновна перед богом в непослушании велик грех великое наказание сознание вины заставляла людей искать прощение у бога во все времена люди старались у милости ведь его жертвами в жертву приносили овец тельцов и даже собственных детей земля осквернилась убийством заклали сыновей своих и дочерей своих восклицает пророк были ли они прощены нет сознание вины оставалось необходимо было принести единственную жертву бесконечного достоинства которая могла соответствовать божественной справедливости и которую желал бог а где грешный человек мог найти соответствующую жертву нигде ее нельзя было найти среди животных и даже среди невинных человеческих детей не было на земле ничего что могло стать достойной ценой прощения человечества и тогда господь сам дал людям необходимую жертву он послал на землю своего единородного сына иисуса христа как единственно возможное приношение себе и он был заклан на голгофе жертва великая неизмеримой цены сын божий единородный заклан он безвинный терпит наказание чтобы были прощены и спасены виновные это ли не выражение любви за каждой литургией возобновляется та единственная жертва снова заклан христос и приносится в жертву ради нас и ради нашего спасения на святом престоле сам христос святой дух сходит на жертвенник и прилагает хлеб и вино в плоти кровь христову жертва совершилась и снова бог приемлет ее ради жертвы сына своего дарует нам прощение то о чем мы просим в этот момент я спрашиваю неужели это образ нет это совершается действительное таинство харлам пиво село полос архимандрит почему ты не в церкви во время божественной литургии совершается всемирная жертва та жертва которая 2000 лет назад была принесена вне града и иерусалима за весь род человеческий и на престоле лежит тоже тело христова которое истекло кровью на кресте в третий день воскресла и села одесную отца но это жертва которую во время литургии господь наш иисус христос приносит в лице священника богу отцу бескровная за тех кто принял святое крещение и является членом христовой церкви одна женщина известный врач психиатр глубоко верующие прекрасно знающие богословие сидела однажды в храме во время литургии на скамеечке ей уже за 80 лет и у нее больные ноги и вдруг рассказывала она когда дьякон провозгласил станем добре станем со страхом вон мем святое возношение в мире приносите я увидела свое тело сидящим на скамеечке а сама очутилась в алтаре там вокруг престола находились огненные херувимы и серафимы и стояли в благоговении святые священник спокойно читал молитву а когда возгласил твоя от твоих то хор запел тебе поем тебе благословим тебе благодарим господи священник воздел руки и трижды читал молитву святому духу просил чтобы он сошел на святые дары затем осенил их крестным знамением и в этот момент произошло переосуществление хлеба и вина в истинное тело и кровь христову хотя тело и кровь христова оставались прикрытыми хлебом и вином и великий огонь снизошел на них и священник был весь в огне священник брал нож и дробил тело христова на мелкие части сам принимал его остальное высыпал в чашу и вся чаша тоже была в огне а когда вышел к народу и сказал со страхом божиим и верою приступите искры из чаши полетели на людей только на некоторых опускались священник давал каждому огонь причащение кончилось хор запел аллилуйя 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 и я оказалась сидящей на своем месте здесь мы видим что господь на малое время открыл тайны евхаристии вечере любви которая совершается во время божественной литургии вот почему так ценно посещать ее с каким благоговением надо относиться к святому таинству причащения видно на следующем примере один юноша нерадивой жизни зашел в храм не имея страха божия причастился затем вышел в боковые двери и проходя через сад выбросил там тело христова садовник заметил это поднял святые тайны осторожно открыл улей и положил их к пчелам на другой день приехал епископ и ему доложили об этом случае в облачении с диаконом и хором епископ прибыл в сад все сделали три земных поклона перед ульем а когда открыли его оттуда вылетел рой пчел и образовал крест и в центре его око божие из воска пчел и сделали часовенку маленький гробик и положили в него тело христова все это взяли понесли в храм и пчелиный рой также крестообразно сопровождал их до самого входа к причащению нужно готовиться заранее дня три-четыре попаститься не вкушать скоромной пищи накануне от ужина воздержаться заменить его правилам прочитать 2 акафиста спасителю и божией матери 4 канона спасителю божией матери ангелу хранителю и канон к святому причащению а также молитвы к святому причащению у кого же нет такой возможности 500 молитв иисусовых и 150 раз богородица дева радуйся но и прочитав это правило да если бы мы готовились и тысячу лет нельзя думать что мы достойны принять тело христова надеяться надо только на милость божию и на его великое человеколюбие если тебя обличает совесть не дерзай подходить к чаше совершишь смертный грех одно время приступать к тайнам когда чисто совесть говорит святой иоанн златоуст перед причащением необходимо чистосердечно покаяться перед духовником общей исповедью отделываться нельзя ее в православной церкви не было и никогда не будет она только напоминает в чем нам надо каяться необходимо также примириться со всеми с кем находишься во вражде в ссоре с обидевшими тебя и опечалившими обязательно нужно иметь на груди крест ни в коем случае нельзя подходить к чаше если запретит духовник или если утаишь грех в телесной нечистоте так нельзя приступать к таинству причащения надо помнить что до причащения или после него обязательно должно быть какое-то искушение после причащения до утра земные поклоны не делаются уста не прополаскиваются нельзя ничего выплевывать надо хранить себя от праздных разговоров особенно от осуждения читать евангелие молитву иисусову акафисты божественные книги святой дмитрий ростовский так говорит о великом святом таинстве причащения когда мы кладем железо в огонь то она вскоре раскаляется человек подобен железу а тело христово есть огонь попаляющий и когда человек соединяется в святом таинстве причащения со христом он становится огненным и как больной глазами не может смотреть на солнце так бесы не могут взирать на того кто достойно принял тело христова святой иоанн златоуст говорит если человек достойно причастился и в этот день умрет мытарство он не проходит душу его ангелы несут прямо в обители рая не ради его заслуг и подвигов а ради той святыни которую он принял в этот день лавров с яка с нами бог м 2011 год чудо святого причащения зачем ходить в церковь чтобы получить спасение но как посредством чего его получают просить о спасении в молитве но молиться можно в любом месте поставить свечу затеплить лампаду но и это тоже можно сделать дома зачем же тогда каждый воскресный день верные собираются в церковь для того чтобы ответить на этот вопрос нужно прежде всего подумать над тем зачем вообще христос приходил на землю зачем основал церковь зачем послал апостолов на проповедь все мы прекрасно знаем что еще со времен грехопадения прародителей наших адама и евы рот человеческий заражен грехом и болезнь это передается из поколения в поколение и чем дальше тем больше и больше проказа греха покрывает сердца наши и нет такого человека который не был бы болен грехом исцелить нас пришел христос но каким образом события происходившие две тысячи лет тому назад в палестине могут повлиять на мою жизнь сегодня каким образом я грешный могу получить тот дар принять который сподобились апостолы христова есть современной медицине такая операция человеку переливают его же собственную кровь ее пропускают через фильтры очищают от вредных веществ насыщают необходимыми полезными компонентами и снова вливают человеку нечто подобное совершает с нами и христос 2000 лет тому назад он воплотился принял наше человечество очистив его от греха проклятия и смерти преобразив господь подает нам его же в таинстве причащения и мы причащаясь святых тайн получаем исцеление получаем возможность изменить исправить свою жизнь исцелить свою человеческую природу и таким образом получаем возможность спастись так в церкви и совершается спасение посредством покаянного изменения сердца человеческого и общения святых христовых тайн во время причастия храм перестает быть просто зданием он становится небом на земле а мы попадаем не на иную не на новую а на ту самую тайную вечерю которую совершил христос со своими учениками мы входим в ту же сионскую горницу и становимся сопричастниками апостолов ибо не иная жертва приносится не новое действо совершается ног для щися в вечности евхаристии мы присоединяемся и романах иннокентий ивлев в церкви лимы плоды святого причащения пламя уничтожающие страсти